Филис, Фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю. Письмир за 80 дней. Паспарту. Чтоб фонд женился на Белинде Мейс. Паспарту. Филикс, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашим услугам. Помешай Факу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть в пари. И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть. Весь мир объехать с паспарту. О, Филис, будь осторожен. Дядя посылает этого негодяя фикса, чтобы помешать вам. Не волнуйтесь, мадемуазель, я компаньон мистера Фога. Проведу любого фикса. И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть. Весь мир объехать с паспарту. Вокруг света за 80 дней. Но куда вы так спешите, месье Фог? Чтобы все успеть, мы должны сегодня же покинуть Англию. Ну и ну! Нам не позволят так быстро уехать, месье. Чтобы уехать внезапно, нужен весомый предлог. У нас не получится. И какой же предлог? Не меньше, чем письмо от самой королевы Виктории. Вот именно. Поэтому мы и едем в Букингемский дворец. В полдень у нас аудиенция. Поторопимся. Ну и ну! Аудиенция у королевы! Но скажите, что мне положить в багаж, месье? Ммм, посмотрим. Для подобной поездки нам понадобится три телескопа. Один для вас, второй для меня, а этот для кого? Третий телескоп нам не нужен. Он может пригодиться паспарту. Всегда живи под девизом. Готовься к сюрпризам. Ага, сюрпризы! Вот, положи эту скатерть, моток веревки, четыре колесика и ракету. Колесики от кровати, ракету? Граммофон, две вязальные спицы и четыре пружины. Граммофон, две вязальные спицы и четыре пружины. Но, месье... Всегда живи под девизом «Готовься к сюрпризам». Хорошо. А еще мы должны взять фотографию мистера Фикса. Ведь я обещал мадемуазель Белинде защищать вас от него. Он может нас подстерегать повсюду. Вперед ко мне, Тато! Кэп! Кэп! Ага, если им нужен кэп, они его получат. Пошел вон! Теперь это мой кэп. Кэп, сэр? Да, разлюбезные мы... Минутку, тут может прятаться фикс. Я должен осмотреть экипаж. Отлично! Его тут нет. Месье Кэпман, берегитесь толстяка с усами. Он превосходно маскируется. Он пытается помешать нам. Мы собираемся объехать вокруг света за 80 дней, чтобы Фок мог жениться на Белинде Мэйс. Все ясно. Я буду держать ухо востро. Садитесь. В Букингемский дворец. И прошу, не жалейте лошадей. Вас понял. В Букингемский дворец и не жалейте лошадей. Итак, Фокс едет в Королевский дворец, мистер Фикс. Он туда не доедет, мистер Фикс. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Что? Разумеется, у меня есть план, мистер Фикс. Я задержу этого фона. Да. А этот перекресточек поможет мне. Опасно. Объезд. На дороге, по которой мы едем, сломан мост. Поэтому нам придется ехать в объезд. А значит, мы сделаем очень порядочный крюк. Он опоздает навстречу. Да! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Впереди опасность. И еще знак объезда. Нет моста. О! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Мистер Фикс пытается обмануть нас этими знаками. Я скажу Кэпману. Хорошо. Нам придется остановиться и поехать в объезд. Лошадь, стоять! Не останавливайтесь! Нет, нет, это проделки Фикса! Никакие это не проделки. Впереди нет моста. Это уловка. Вы не знаете Фикс. Он же способен на все. Я лучше знаю. Убери руки. Это не уловка. Там нет моста. Если мы сейчас не остановимся, то свалимся в реку. Нет, нам ничего не грозит. Уверяю вас, это его проделки. Там нет никакой опасности. Нет, есть! Нет! Есть! Что такое? Я ничего не вижу! А-а-а-а! А-а-а! Открусти! А-а-а! 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 Нет! О-о! О, боже! Что случилось? Не может быть! Ну и ну! Это чудо! Мы чуть было не упали в реку, но нас что-то толкнуло вперед! О-о-о! Ракета! Месье Фок! Ну и ну! Месье! Прямо настоящее чудо! Как вы догадались насчет ракеты? Ничего себе! Друг мой! Всегда живи под девизом! Готовься к сюрпризам! Вы опять все провалили, мистер Фикс! Если мы будем продолжать в том же духе, мы вовремя попадем во дворец! Вы этого хотите? Разумеется, нет, мистер Фикс! Пора выпить немножечко чая! Вы не возражаете? Немного чая не помешает, мистер Фикс! Брррррр! Стоять! В чем дело? Время для чая! Время для чая! Пора пить чай! Наша компания предоставляет дополнительные услуги бесплатно! Но в полдень мы должны быть во дворце! Нам некогда останавливаться! Таковы правила, мы должны выпить чаю В таком случае, разлюбезный, подождите минутку Скатерть, паспарту Ну, конечно же, ну и ну, месье Фок готов к любым сюрпризам Отлично Чай, господа, счастливо Это же фикс, проделки фикса Ты совершенно прав, теперь вы ни за что не попадете вовремя во дворец, пока Ну и ну, ничего себе, что же теперь делать? Пить чай, конечно Но, месье, мы же... Паспарту Ну вот, так намного лучше Итак Время, нам пора в путь Но как, месье? Дай-ка мне наш саквояж Ну и ну, кто бы мог подумать, он использует телескоп в качестве мачты А скатерть в качестве паруса А на ножки приделывает колесики Ну и ну, ведь это сухопутный лодка-стол Вот именно Но откуда вы знали, что нам пригодятся именно эти предметы? Ведь мы не предполагали, что нам придется пить чай, верно? Ты забыл Всегда живи под девизом Готовься к сюрпризам Точно, и к каким сюрпризам? Прошу на борт, паспарту Нас ждет небольшой круиз Весь мир за восемьдесят дней с паспарту Чтоб он женился на Блендивейс С паспарту Им нужно во время успеть Проделки, фиксы, разглядеть Весь мир объехать с паспарту С ветром повезло О, как же здорово! Держись, ветер крепчает Вдувр Дорожная карта Не туда! Придется вернуться Это же они! Смотрите, месье Фикс! Ты прав! Эй, эй! Фикс! Скажи паспарту А не напоить ли нам мистера Фикса чаем? Есть, сэр! Я ничего не вижу Я ничего не вижу А-а-а-а-а-а Живи под девизом Готовься к сюрпризам Вы были великолепны, мистер Фикс Эта идея с подносом была гениальной А подавали чай Вы просто профессиональны, мистер Фикс Ты идиот! Они направляются во дворец! Зато я знаю, как добраться туда кратчайшим путем Думаю, мы сможем их обогнать Смотрите, месье Что это там такое? Смена караула паспарту Она бывает каждое утро в половине двенадцатого Мы как раз вовремя Прошу прощения Я Филес Фок У нас назначена аудиенция У королевы А? Я сообщу о вашем приходе Королева ждет Следуйте за мной Тато, ты что? Мы идем к королеве Какой красивый этот Букингемский дворец Он старый? Он построен в восемнадцатом веке герцогом Букингемским Его построили не для королевы? Нет Его потом купил Георг Третий для своей жены Но теперь здесь живет королева Виктория, правильно? Ты прав Королева Виктория первая из правителей, кто живет здесь И именно она сделала этот замок дворцом Приходите вот сюда Проделки фикса, проделки фикса А мы никогда не увидим королеву А пружины паспарту Пружины? Всегда живи под девизом Готовься к сюрпризам Прицепи их на ноги Отлично сработано, мистер Фикс Там им королевы не найти Привет, я Филиас Фок У нас назначена встреча во дворце Мы за письмом, которое поможет нам объехать вокруг света за восемьдесят дней Чтобы Фок женился на Белинде Мэйс Я сообщу Ее Величеству, что вы прибыли К королеве идите за мной Подождите здесь Королева скоро придет Хе-хе-хе-хе Надо же Ниточка Смотаю ее в кубок Но, месье, такой ответственный момент Мы ждем королеву, а вы занимаетесь нитками? Они могут нам пригодиться Всегда живи под девизом Готовься к сюрпризам Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе 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 Хе-хе Долго же они будут ждать королеву в подвале Вы здорово поработали, мистер Фикс Гениально, мистер Фикс Гениально Но вы ничего не забыли? Но, мистер Фикс, тоже я мог забыть Ваши штаны, мистер Фикс Штаны? Вы сказали штаны? Мои штаны! Мои штаны! Мои штаны! Кого нет? Мои солнечная Кого нет? Мои� Мои грамма Мои грамма Моя Моя Г�ppa Бон Моя Мои грамма Девизorg Вд Mm Как это было Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы их не видели? Я потерял штаны Мне кажется, я их где-то видел Да вот же они Проклятие! Что бы мне провалиться? Что же мне делать? Я не могу разгуливать пять штанов Это же неприлично Думаю, я могу вернуть вам штаны Если... Если что? Если вы отведете нас в тронный зал Уже наступило время аудиенции Все что угодно, все что скажете Если вы вернете мне штаны, я отведу вас в тронный зал Обещаю! Но как вы это сделаете, месье? Тут же нет портного! Вязальные спицы Быстрее! Ну и ну! Вот уж верно сказано! Живи под девизом Готовься к сюрпризам! Подождите здесь, господа Я доложу о вас Послушай меня Королева желает немедленно тебя видеть Меня? Королева желает меня видеть? Ну да По-моему, что-то по поводу повышения в звании Входите, входите О, как великолепен тронный зал, месье Фок Всего двадцать метров А какое помещение? Ну и ну! Двадцать метров! А какие красивые картины и мебель! Это из коллекции Георга Четвертого Он был завзятым коллекционером Ваше Величество! Прошу прощения! Молчать! Я Виктория, королева Англии Я здесь главная! Что вы скажете в свое оправдание? Вы опоздали! Но мы не виноваты, Ваше Величество! Один негодяй по имени Фикс Он нам... Молчать, червяк! Что бы вы ни просили, я отказываю Нет-нет! Никогда! Нет! Я бы не дала вам письма Даже если бы вы были королями Что бы вы мне ни сказали Я ни за что не отвечу вам Да! Я не из тех, кто меняет свое решение И я... И я... Скажите-ка мне, что все это значит? Я все объясню Я все объясню, Ваше Величество Это была только шутка Шуточка А мне, представьте, не смешно Стража взять его! Уведите его! Он обвиняется в оскорблении королевы И строго накажите его! Постойте! Я вам сейчас все объясню Это ошибка! Я не хотел, не хотел ничего такого! Итак... Представьтесь-ка мне Я Филиас Фог А это мой верный друг Паспарту И наш юный помощник То-то Мы должны спешно уехать Из Англии, Ваше Величество И нам нужно письмо Филиас Фог Где вы были раньше? Я не жалую милостями опоздавших Приносим тысячу извинений Но мы задержались Не по своей вине Мы, как и вы Тоже не любим опозданий Не понимаю О чем думает в наши дни молодежь Но похоже Вы действительно сожалеете Так что Если ваша просьба разумна Я ее выполню Я дам вам письмо Мы благодарим Ваше Величество За доброту Я знаю Что вы любите развлечения И пока письмо Будет готовиться Может вы позволите Немного развлечь вас В знак благодарности Хорошо Но, месье, мы не... Всегда живи под девизом Готовься к сюрпризам Гарамофон Паспарту Я буду счастлива помочь вам с этим письмом Вы меня здорово развлекли С миром ехать Паспарту Да, живи под девизом Готовься к сюрпризам Может у кого-нибудь есть ключ? Получилось Паспарту Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Сток Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык Фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ В 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Филис, фак Вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие Вокруг света За 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фунтов, что я Принимаю Весь мир за 8-10 дней Паспарту Чтоб фонд женился на Белинде Мейс Паспарту Филикс, ко мне! Да, лорд Мейс К вашему слугу Помешай Фогу Объехать вокруг света За 80 дней Я должен выиграть пари Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель! Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Вокруг света За 80 дней Через четверть часа Паспарту Мы должны быть на борту корабля Отплывающего во Францию Так что пора укладываться Понял, месье! Что нам нужно взять с собой? Хм... Нам понадобится вот что Один мешочек со льдом Газета Компас И... Да, гаечный ключ И зубочистка Я все собрал! Газету Бешочек со льдом Компас Гаечный ключ И зубочистку Готово! А где Тату? Вот проказница обезьянка Идем, Тату! Отныне мы не будем расточительны со временем Ровно в 4 часа пополудни Нам необходимо быть в Париже Ровно в 4 часа! И не минутой позже Ибо именно в это время Я встречаюсь со своим другом Мистером Альбертом Сантосом Дюмоном Если мы не встретимся с ним Ровно в 4 часа То не объедем вокруг света За 80 дней Он ключ к нашему успеху В таком случае в путь, месье! Бесспорно мы, мальчик! Вы слышали, мистер Фикс? Каждые слова, мистер Фикс Где ключ к вашему успеху, мистер Фикс? Опоздай Фок хоть на минутку Ему конец Вам нужно всего лишь их задержать, мистер Фикс Нет ничего проще, мистер Фикс Если у вас план, мистер Фикс Если у меня план Если у меня план Я планирую задержать этого фога Ну и ну! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Я видел его котелок! Один котелок Это еще не Фикс Нет, нет, нет! Вы слишком доверчивы! Я должен все проверить! Месье Фикс такой пройдоха! Ага! Простите, месье Матрос Вы не видели на палубе толстяка в котелке с зонтиком? Он выглядит вот так Не припомню, чтобы я его встречал Его зовут Фикс Он хочет помешать нам добраться до Парижа Мы должны объехать вокруг света за 80 дней Чтобы Фок женился на Белинде Мэйс Захватывающая история Будьте начеку, месье Матрос Слушай, сэр! С каждой минутой мы все ближе к Парижу, мистер Фикс Но ни за что они будут там в 4 часа, мистер Фикс Видите, этот магнит? Я положу его возле корабельного компаса И заставлю стрелку отклониться Корабль пойдет на север, а не на восток Простяще, мистер Фикс Я тоже так думаю Я задержу этого фога Проделки Фикса, проделки Фикса Это определенно Фикс Я полагаю, нет Но, месье, у него не только котелок, но и зонтик Даже котелок вместе с зонтиком это еще не Фикс Не нужно спешить с выводами А то выводы на тебя набросятся На этот раз я уверен, я должен защищать вас от месье Фикса Ага, попался! Как ты смеешь? Вот ты есть! Получай! Полагаю, выводы долго себя ждать не заставили Прогуляйся на камбус, выпей чайку, а я за тебя постою на вахте Спасибо, дружище Наш курс строго на восток Если хоть чуть отклонимся, влетит от капитана Буду держать на восток Как только я положу магнит возле компаса Восток тут же превратится в север Поплыли, ребятки, в Норвегию Странно Я полагаю, мы изменили курс Подай-ка мне компас паспорту Мы идем не на восток, а на север Нам нельзя терять время, что-то не так Проделки Фикса, проделки Фикса Месье Фикс переоделся капитаном Изменил курс, чтобы мы опоздали на поезд Нет паспорту Я просто уверен, месье Фок Я заметил, у него тоже есть усы Чепуха паспорту, мистер Фикс черноволос Неужели вы не понимаете очевидного? Месье Фикс просто мастер переодеваний Он надел парик Я уверен, и усы приклеил Кроме того, мы плывем не в ту сторону Даже это не выдает мистера Фикса Не нужно спешить с выводами А то выводы на тебя набросятся Как бы там ни было, я должен убедиться в этом Держать штурвал Полный вперед Три тысячи чертей Это месье Фикс Я точно в этом уверен Наверное, парик нацепил Но меня не проведешь Ой, ну и ну Я снова попал в просак Извините, мой капитан В просак? В просак? В историю ты попал, а не в просак Взять его Бросить в трюм Лопни, моя селезенка Вздернуть его на рея Ну и ну Выводы вот-вот набросятся на меня Извините, месье Взять его Взять его Взять его Прелестно 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 Думаю, хватит Сильно ушибся, мой мальчик? А теперь посидите спокойно, как добрые друзья А я пойду на мостик и поговорю с капитаном Прелестно Ой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, сэр, но я полагаю, что ваш компас прибирает У меня без того хватает забот, чтобы выслушивать заявление о том, что мой компас врет Так и есть, сэр. Мой компас указывает на север, а ваш говорит, что мы идем на восток Так может, это ваш врет? Прошу взглянуть Три тысячи чертей, магнит! Совершенно верно Кто посмел? Я полагаю, он исчез Эй, приятель, помоги мне спустить шлюпку Я должен торопиться Мы что, идем ко дну? Ты что, это просто проверка инвентаря Плановое, все в порядке Спускай! Быстрей, быстрей! Ну что ты там копаешься? Отлично, приятель, пока! Пока! Пока? Проделки фикса, проделки фикса! Ты прав, это проделки фикса Следующая проделка будет последней Я остановлю этого фога, вот увидишь! Ну и ну! Мы упустили поезд в Париж! Мы немного опоздали Нам крайне необходимо нагнать этот поезд В ином случае, мы не встретимся с мистером Димоном в 4 часа Вы молодец, мистер Фикс Им ни за что не прибыть в Париж вовремя Передистанция, торможу! Смотрите, месье Фок, этот кондуктор просто копия фикса! Паспорту не говори ерунды Он не более мистер Фикс, чем я Не нужно спешить с выводами, а то выводы набросятся на тебя Наверняка он снова переоделся Мы должны быть на стороже Но вам не о чем беспокоиться Я разоблачу его совершенно самостоятельно Но прежде мне нужно предупредить машиниста Машинистам всегда можно верить Эй, месье Машинист, извините! В чем дело, приятель? На бровоз охота? Нет-нет, месье, дело очень серьезное Я хочу предостеречь вас по поводу кондуктора Кондуктора? Ну да, потому что это вовсе не кондуктор Я уверен, что это совсем другой парень Уж больно он на него похож Он попытается остановить поезд Чтоб мы не успели прибыть в Париж к четырем часам Ага, мне он тоже показался подозрительным Он новенький и очень странный Хватайте его, как только он спросит билет Я не сумею его связать без вас Больше рассчитывать на меня Чудно! Услышите мой крик, бегите! Путь сделан! Отходим! Вам не удалось задержать эту пару, мистер Фикс Лорд Мэйс будет очень-очень рассержен Но у меня есть новый план Надеюсь, хороший, мистер Фикс? Превосходный, мистер Фикс Ну? Во-первых, я снизу давление в паровом котле Во-вторых, запру их на ключ и остановлю поезд Ну? Стоит давлению в котле упасть Поезд замедлит ход и потом встанет Они не попадут в Париж Не то, что к четырем часам Ну и вообще сегодня Отличный план, мистер Фикс И я точно так думаю Я задержу этого фога Ха-ха-ха-ха-ха-ха Точно по расписанию Неплохо Мсье, ваши билеты Билеты, Сильву Вот дай его Машинист, машинист! Я здесь, приятель Давайте его свежем Придержите-ка узел пальцем Эй, месье, месье, на помощь Так, теперь обе помехи устранены Это же фикс, проделки фикса Мадемуазель Белинда была проба Он настоящий мастер перевоплощений Да, я фикс, и я вас задержал Давление уменьшается А ваше купе я запру на ключ Когда оно совсем упадет, ваш поезд встанет, как вкопанный Вы не попадете в Париж к четырем часам Прощайте, пока Да, видите, месье, Фок, я был прав в своих подозрениях Только подозревал не того человека И вот теперь он уезжает, он уезжает Что же нам делать? Поезд вот-вот остановится Дай-ка мне газету, которую мы взяли с собой Но, месье, разве сейчас время штудировать прессу? Посмотри Я просовываю газету под дверь Дай мне зубочистку Я выталкиваю зубочисткой ключ Из скважины Втягиваю газету обратно И вот ключ А теперь мы открываем дверь Ну и ну! Просто гениально! Теперь котел Дай мне гаечный ключ по спорту Я бы хотел отправить телеграмму Да, месье Лорду Мейзу Мейз Холл Балатшир, Великобритания Записали? Да, месье Ваша светлость Месье успешно завершена Благодаря вашему чуткому руководству Селесфох и паспарту задержаны в пути Усилиями вашего верного слуги Это я Фикс Они не смогут добраться до Парижа Не говоря уже о кругосветном путешествии Таким образом Я возвращаюсь в Англию За прочитающейся мне наградой Подпись Проклятье! Месье, проклятье тоже писать? Это они Это они! А как же телеграмма, месье? Телеграмма! Телеграмма! К черту телеграмму! Жандарм! Жандарм! На помощь! Помогите! Что тут у вас произошло? Английский джентльмен Убежал Боюсь, что он болен Помогите ему Да вы болен? Не волнуйтесь Я догоню его и помогу Вот он Бежит как больной Быстро Я его догоню Стойте! Именем республики Остановитесь О, мистер Фикс Совершенно неожиданный поворот Вас преследуют французские власти Мистер Фикс Чтобы остановить форга Нужно избежать ареста Гениально, мистер Фикс Остановитесь Я хочу вам помочь Я хочу стать вашим другом Позвольте мне вам помочь И что теперь, мистер Фикс? Фокс все же прибыл в Париж Я думаю, я думаю Думайте быстрее, мистер Фикс Вы говорили, что ключ всей операции в том, чтобы их задержать Вы не задержали их даже на секунду, мистер Фикс Вот оно, мистер Фикс Волшебное слово Ключ Ключ Я тебя остановлю, Фок Вот увидишь Что ж, мы прибыли как раз вовремя Несмотря на проказы нашего друга, мистера Фикс Ах, мистер Фок Как бы мне хотелось показать вам Париж Это же самый прекрасный город в мире Ах, господа, вам понравился наш город Это просто чудесно Поэтому прошу приготовиться Потому что вы миллионный турист, приехавший в Париж Я приветствую вас от имени городских властей И приглашаю на скромную церемонию Где мы вручим вам ключ от нашего дивного городка Весьма любезно, с вашей стороны, месье И где пройдет эта церемония? На вершине эфильовой башни, разумеется На головокружительной высоте над городом Весь Париж будет расстелаться у ваших ног И красота И в котором часу начнется церемония? Ровно без четверти четыре Что ж, если это скромная церемония То до четырех мы можем успеть ее посетить Очень быстрая и короткая церемония, прошу Вам доставит удовольствие это торжественное мероприятие По такому случаю мы поднимем вас на вершину башни на лифте Ну и ну, что за вид? О, смотрите, месье Фок, это Луврн А вон там, месье, триумфальная арка, построенная в честь побед Наполеона О, Париж, Париж, какой город может с тобой сравниться? Смотрите туда Это знаменитый собор Парижской Богоматери Один из самых... Приехали, все выходят Прошу Чудный вид Это самое высокое сооружение, построенное человеком Да, и спускаться вы будете долго Рад, что вам понравился вид Вы будете наслаждаться и до конца своих дней Что? Что? Вы же обещали вручить нам ключ от города Вот единственный ключ, который вам нужен, но вы его не получите Прощайте Я все же сумел тебя задержать, Фок Тебе не успеть навстречу, потому что до четырех осталось всего пять минут Эй, Паспарту! Не нужно спешить с выводами! Ну и ну, что же нам делать? В нашем саквояже найдется какая-нибудь палочка-выручалочка Саквояж совсем пуст Теперь нам точно пришел конец Мы ни за что не встретимся с месье Сантосом Дюмоном Я бы не стал спешить с выводами, Паспарту А то выводы на тебя набросятся А вот ты, мистер Сантос Дюмон Ну и ну! Воздушный корабль! Совершенно верно! Альберто Сантос Дюмон известный пионер воздухоплавания Он построил множество таких кораблей И совершает регулярные рейсы между Эйфелевой башней и Сент-Клодом Приветствую, мой друг Филлиас! Прошу на борт! Полюбуйтесь, полюбуйтесь! Что вы теперь скажете лорду Мэйзу, мистер Фикс? Скажу ему правду, мистер Фикс И какую же мистер Фикс? Что все взлетело на воздух, мистер Фикс? Прекрасный способ путешествовать по Спарту Это так успокаивает В будущем все будут путешествовать именно по воздуху Ни пробок, ни аварий, ни пыли Ни проделок Фикса! Совершенно верно! По Спарту Автор сценария Чет Столл Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту С паспорту Филис, фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем! Ставлю тысячу фунтов, что я принимаю Весь мир за 80 дней В паспорту Чтоб Фолк женился на Белинде Мейс В паспорту Филис, ко мне! Лорд Мейс, к вашим услугам! Помешай Фобу объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари! Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя Фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель! Я компаньон мистера Фога Проведу любого Фикса! И сложно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту Вокруг света за 80 дней Куда мы поедем сегодня, месье? Взглянем на карту Мы находимся в Швейцарии Сегодня мы должны пересечь горы По железной дороге И прибыть в деревушку Альдорф Там мы пересядем на трехчасовой поезд Это короткий путь Так что ничего особенного брать не придется Только несколько вещей, я думаю Ну и что же это будет, месье? Дай подумаю Нам понадобятся четыре теннисные ракетки Четыре теннисные ракетки? Ага! Мы, видимо, сыграем партию в теннис с месье Фиксом Бум! Пинцет, горшок меда Арбалет со стрелой И большой мешок каменной соли Пинцет, горшок меда Арбалет со стрелой И большой мешок каменной соли Ага! Не знаю, зачем другие вещи А вот для чего арбалет и соль я догадался Я понял ваш план Вы повесите мешок с солью на дерево И когда под ним пройдет Фикс Вы выстрелите из арбалета И бум! Месье Фикс нам больше не помешает, да? Посмотрим Так, продолжим укладывать Возьмем еще дюжину резинок Чайник Два больших зонтика и одно яблоко Дюжина резинок, два больших зонтика, чайник и одно яблоко Одно яблоко? Ну а месье нас двое? Дай-ка мне яблоко А, теперь хватит на двоих Не совсем Немножечко клея Вот так Ага Теперь паспарту закричи во весь голос Хорошо Это сделала сила звука Ну, пора отправляться в путь После вас, месье Фок Идем, Тато Вы слышали, мистер Фикс? Конечно, они поедут на поезде, мистер Фикс Через горы, мистер Фикс Есть ли у вас план, мистер Фикс? Хе-хе-хе Я остановлю их, мистер Фикс Я обыскал весь поезд, месье Фикса нигде нет Отлично Тогда давай насладимся пейзажем В Швейцарии находятся самые красивые горные вершины Матерхорн, Юнгфрау и Монблан Отличное место для лавины, мистер Фикс Отличное, мистер Фикс Посмотрите на снег, мистер Фикс Пора, мистер Фикс А мне лучше убраться Как раз по расписанию Кондуктор, почему мы стоим? Лавина Путь полностью заблокирован Вовремя, мистер Фикс Поезд там уже не пройдет, мистер Фикс А если пройдет, мистер Фикс? Есть ли у вас план? Есть ли у меня план? И есть ли у меня план? У меня три плана Я устроил три ловушки в горах Холодную, дикую и скользкую Все три и мне пройти А если они пройдут, мистер Фикс? Тогда их ждет большой сюрприз, мистер Фикс Когда мы сможем продолжить путь? Только весной, сэр Мы возвращаемся на предыдущую станцию Что же делать? Придется дальше идти пешком Но, сэр, вы не сможете этого сделать вы в Альпах Сейчас они покрыты снегом Вы не пройдете по глубокому снегу Поедем на санях Тут нет саней Тогда на лошадях Тут нет лошадей На собаках Тут нет собак Здесь нет дороги О, мы пропали! Ищи идеи для достижения цели Как насчет тенниса? На снегу, месье Фок В том-то и дело паспарту Дай мне резинки Спасибо Ну, смотри Ну и ну, снегоступы! Мы спасены! Время чая, время чая Но, месье Фок, у нас нет огня Тогда я выпью ледяной чай Я пью чай каждый день Ну и ну, мы остановились на чай Хотя должны успеть на трехчасовой поезд в Альдорфе Кто там? Тогда я осмотрюсь, чтобы узнать, нет ли поблизости месье Фикса Осторожность не помешает Ага, там кто-то живет Дом Фикса, дом Фикса Месье Фок, месье Фок Там стоит дом, в котором живет месье Фикс Откуда ты знаешь? Там на вывеске написано Дом Фикса Вывеска это еще не Фикс Там должен быть Фикс Я проверю Выходи, Фикс Я знаю, что ты там Я иду, Фикс Проделки Фикса Проделки Фикса Проделки Фикса Проделки Фикса О, я замерзаю Я замерзаю О! Что с тобой? Паспарту Ты выглядишь замерзшим Я з-з-заледенел Мне плохо Здесь нет ни огня Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не ледороба И некогда ждать весну И я умру И никто никак не узнает Что я здесь замерз Это конец Всегда ищи идеи Для достижения цели Дай-ка мне каменную соль Хотя ты же не можешь Вот так Соль быстро растопит лёв А я допью чай, и мы продолжим путь Ну вот мы и в деревне, мистер Фикс Пора переодеться, мистер Фикс Потом мы найдём самую важную вещь в этой деревне И сломаем её, мистер Фикс Отвинем в этом фоне И он никогда отсюда не выберется Прошу прощения, сэр Я репортер местной газеты Сегодня я задаю только один вопрос Что вы сделаете, если кто-то разрушит ваш сырный завод? Сырный завод – самая главная вещь в нашей деревне Швейцарский сыр – самый лучший в мире Сыр – самый важный швейцарский продукт Если кто-то осмелится разрушить сырный завод, знаете, что я с ним сделаю? Вот что я с ним сделаю Большое спасибо Ммм, как вкусно Он ошибается Не сырный завод – самое важное для нашей деревни А шоколадная фабрика Швейцарский шоколад известен во всём мире Все обожают наш шоколад Ясно А вот интересно, что вы сделаете, если кто-нибудь осмелится разрушить шоколадную фабрику? Что я сделаю? Что я сделаю? Во-первых, прихлопну этой головкой сыра А потом утоплю в шоколаде Вот что я сделаю Значит, шоколадная фабрика Постойте, они ошибаются Они говорят, что для нас главное – это сыр и шоколад Нет, нет, нет Часовой завод Вот что самое главное в нашей деревне Нет ничего более известного в мире, чем швейцарские часы Половина часов всего мира сделана в Швейцарии Сэр, а что вы сделаете, если кто-то осмелится взорвать часовой завод? Во-первых, я прихлопну его головкой сыра Потом утоплю в шоколаде Вот так А затем я сделаю так, чтобы он забыл, что такое часы Вот так Вот что я сделаю Гору пусти Не это самое главное в нашей деревне Остать туда Вильгель Мотеля Вильгель Мотеля – символ нашей свободы Он национальный герой И знаменитый стрелок Однажды он сбил яблоко, лежащее на голове его сына Представляете? Мы все согласны Самая главная вещь в нашей деревне – это статуя Вильгель Мотеля Да 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 Представляю, как вы рассердитесь, если кто-то сломает эту статую Кто же способен на такое? Да Если он это сделает, мы посадим его в тюрьму и выбросим ключ Статуя Осторожно, медведь Опасно, стойте Впереди огромный злой медведь Это проделки Фикса Я не уверен Смотри Это переодетый месье Фикс Это определенно проделки Фикса А по-моему, это медведь по спорту Нет, нет, вы слишком доверчивы Этот Фикс очень хитрый, малый Я докажу вам Помогите Держи Хватайся за мою трость Кыш, кыш, медведь Кыш, кыш Мы не можем останавливаться Мы должны объехать вокруг света за 80 дней Чтобы Фок женился на Белинди Мейз Прочь с дороги Он не сдвинется Может, Саквояж нам поможет? Мы могли бы посадить его в клетку Нет Из теннисных ракеток клетки не сделают Мед тоже не поможет Ага Арбалет Мы пристрелим его Нет, нет, мы не будем никого убивать Мы должны защищать диких животных по спорту К тому же он не виноват Подозреваю, что это мистер Фикс его тут привязал Нет, мы подружимся с ним Что-то он не кажется мне дружелюбным Это очень, очень голодный зверь Нам с ним не удастся подружиться никогда Всегда ищи идеи для достижения цели Мы дадим ему меда Ну и ну, конечно же мед Как же я сам не догадался Мишка Не желаешь ли немножко меда? А? 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 Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Хе-хе-хе-хе! 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 Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Экспресс санит на деревне, проезд бесплатный! Ага, месье Фок! Наконец-то мы сможем наверстать упущенное время! Это прекрасно! К тому же медведь уже сильно устал! Да и мед у нас уже закончился! Прощай, медведь! Я буду везти, а ты тормозить! Эй, держись, Тато! Прекрасно! Ой... Я не могу повернуть! Рольс Ламон, тормози! Тормози! Тормоза не работают! Проделки фикса! Проделки фикса! Это катастрофа! Вот что это такое! Мы должны что-то с этим сделать! Да, должны обязательно! Памятник Вильгельму Телю национальному герою разрушен! Неужели мы престим это, негодяя? Нет! Кто это сделал? Нет! Вы бы это сделали? Нет! Никогда! Может, вы? Не из-за чего? Нет, нет, никогда! Неужели никто из вас не осмелился бы? Нет! Тогда кто это мог сделать? Нам конец! Роль сломан! Мы разобьемся! Всегда ищи идеи для достижения цели! Дай-ка мне зонтики! Собирается дождь? Вы хотите знать, кто это сделал? Я вам скажу! Чужестранцы! Вот кто! Иностранцы! Прошу прощения! Вы не могли бы показать нам дорогу к вокзалу? Мы иностранцы! Иностранцы? Что мы сделаем с этими негодяями? Я бы посадил их на 80 дней в тюрьму! Правильно! Как мы? У вас получилось, мистер Фикс! Поздравляю, мистер Фикс! Гениальный план, мистер Фикс! 80 дней в тюрьме! Здорово! Вы их прищучили, мистер Фикс! Одну минуту! Позвольте нам доказать свою невиновность и преклонение перед великим Вильгельмом Телем! Как? Ну как? Если я повторю выстрел Вильгельма Телем и собью яблоко с головы паспарту, вы поверите, что мы ни за что не стали бы разрушать его памятник? Да-да-да! Братья, мистер Фикс! Нужно сделать так, чтобы он не попал в это яблоко! Стойте! Подождите! Пусть он выстрелит с 500 метров! Всегда ищи идеи для достижения цели. Пусть будет 500 метров. Ну и ну! У меня как раз есть яблоко и мой верный помощник арбалет. Он этого не сделает! Не сделает! Нет-нет! Нет, он не осмелится! Или все-таки осмелится! Он в меня выстрелит! Кто-то так стреляет из арбалета, ни за что бы не разрушил памятник великому стрелку! Нет, это не он! Нет, это не он! Отпустите! Отпустите! Нам пора на поезд, паспарту! Идем скорее! Минуту! А кто же это сделал? Думаю, вы найдете его здесь! Если это он, мы бросим его в тюрьму на тысячу лет! Нет, друзья мои, даже если он и виноват, вам нужна не месть. Вы хотите вернуть себе статую? Ну, а как это и сделать? Она развалилась на миллион кусочков. Ее не собрать. Ах-ха-ха! У-у-у-у-у! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Давай, садай! Всегда ищи идеи для достижения цели! Прошу! Пинцет! Ах-ха-ха! Отлично, паспарту! СПАСПОРТУ Филикс, фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фонтов, что я принимаю. Спи за 80 дней. Паспарту. Чтоб он женился на Белинде Мейс. Паспарту. Филикс, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слогану. Не мешай Фогу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть пари. И нужно вовремя успеть проделки Фикса. Разглядеть весь мир объехать с паспарту. О, Филис, будь осторожен. Дядя посылает этого негодяя Фикса, чтобы помешать вам. Не волнуйтесь, мадемуазель. Я компаньон мистера Фога. Проведу любого Фикса. И нужно вовремя успеть проделки Фикса. Разглядеть весь мир объехать с паспарту. Вокруг света за 80 дней. Ну и ну, месье, мы встаем! Уже расцвело, солнышко взошло. Отправимся в путь скорее. Объедем вокруг света за 80 дней. Чтоб вы женились на Белинде Мейс. Надевайте цилиндр. Держите вашу трость. Ах, поднимайся, ленивица! Минутку, мой юный друг. Не ставь экипаж впереди лошади. Что? Я не могу, месье. Экипаж и лошадь на улице. Это просто выражение паспарту, которое гласит, не нужно нарушать порядок. Прежде лошадь, потом экипаж. В данном случае, прежде чем надеть шляпку, нужно надеть брюки. О, месье, очень разумно! А затем уложить в саквояж. А что взять с собой сегодня? Нам лишь нужно доехать в экипаже до 12-часового поезда на Бриндизи! Все равно, кое-что надо взять. Нужна камера. По пути на вокзал мы проедем мимо Национального музея. Прекрасное место, чтобы сфотографироваться. Пусть лорд Мейс увидит меня в Риме. Вот она камера! Что еще? Это Яблоко? Ну и ну! Какой чудный аромат! Его нужно упаковать со всей тщательностью. Наша лошадь становится неуправляемой от запаха яблок. Что еще? Ничего. Хорошо, тогда в дорогу! Еще нет. Не ставь экипаж впереди лошади. Снова экипаж и лошадь? Все по порядку. Нужно почистить зубы. Итак, кажется, это римский колизей, мистер Фикс. Что дальше? Следуйте инструкциям, полученным по телеграфу, мистер Фикс. Что нам сообщает лорд Мейс, мистер Фикс? Сегодня прибываю в Рим. Придумал, как остановить фога. Иди в колизей и нарисуй большой круг. Что ж, мистер Фикс, вперед! Любопытно, зачем лорд Мейс вызвал меня сюда и попросил нарисовать этот круг? Фикс! Фикс! Ну и где этот болван? Я здесь! Что? Проклятие, что ты там делаешь? Неудивительно, что ты не можешь задержать фога, раз все время где-то прячешься. Но, ваша светлость... Молчать! Почему фог до сих пор не задержан? Идет точно по графику, отвечай! Он хитер, ваша светлость. Похоже, он предусматривает все, что я придумываю. Неужели хитер? Но я все равно смогу его обхитрить. Филису фогу не удастся завершить свое путешествие в срок. У вас есть план. Именно в эту минуту первый пункт моего плана осуществляется в том этапе, где остановился фог. Мне нужен мистер фог! Мистер Филис фог! Мне нужен мистер фог! Сюда, юноша. Я Филис фог. Для вас пришла посылка. Посылка? Давайте ее. Посылка на улице. На улице? А почему моя посылка не здесь, а на улице? Она слишком большая и не пролезает в дверь. Ну и ну, что это? Я не знаю, но что-то огромное. Ни единого звука. Не смотри, Тим, я уверен, это проделка фикса. Внутри может быть медведь или тигр или лев. Лучше уйдем. Глупости. Внутри нет живых существ. Нужен лом, чтобы вскрыть его. Посыльный принесим. Я чуть тяжелый. О, очень тяжелый, месье. А, вот и записка. Милый Филис, это поможет тебе объехать вокруг света за 80 дней. С любовью, Белинда. Может, там лошадь? Нет, нет, у нас есть лошадь. А может быть, слон или верблюд, или корабль? Вот, держите, я принес лом. Спасибо. Возьми лом паспорту. Только, пожалуйста, поаккуратнее. Не повреди того, что внутри. Здесь что-то завернуто? Продолжай. Нужно разобрать весь ящик. Тут осторожней. Теперь можно снять упаковку. Ну и ну, какой красивый экипаж. Не просто экипаж по спорту. Это безлошадный экипаж. Я слышал, что такие существуют, но ни разу еще не видел. Завелся. Ну и ну, давайте поедем в музей. Постой, мы забыли про друга. Лошадь. И верно, месье. Давайте возьмем ее с собой и найдем ей новых хозяев. Осторожнее. Ну и ну, совсем забыл. Не ставь экипаж впереди лошади. Тогда позвольте, я привяжу ее рядом. Остановимся у конюшни на той стороне. Бонжарно, сеньяры. Доброе утро. Моему другу нужно подыскать новый дом. Сколько думаете получить за него, сеньяр? Нет, мой добрый хозяин. Я говорил о лошади. И много ли стоит ваша лошадь? Ничего. Но я хочу, чтобы вы продали ее за две лиры первому же покупателю в котелке. Странная просьба. Но мне все равно, о чем делать деньги. Так что я согласен. Хорошо. Предупреждаю, месье, держите яблоки подальше от нее. Стоит ей учуять запах яблок, и она становится неуправляемой. Я учту ваш совет. Прекрасно. А теперь нам пора в путь. Будешь управлять. Как быстро он едет? 16 километров в час. Ну и ну, как быстро. Месье Фикс нас ни за что не догонит. Похоже, мы успеем хорошенько осмотреть Рим, месье. О, это французская академия. А, здесь учат искусством. А, здесь учат искусством. Чудесный парк и великолепный музей. А это поосторожней. А, здесь учат искусством. ВООЗГЛИСКИЙ СООБЩЕНИЕ А, здесь учат искусством. А, здесь учат искусства. Мистер Фикс, позвольте вам представить Генриха Хаммерсломмера, великого инженера Он построит машину, которая прервёт путешествие фода Можете начинать, герр Хаммерсломмер Доволь, я выписал из детали из Германии Это очень сложный репорт Пью, айн момент, мне приходилось ехать через, эм, через Всё, 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 приступайте к работе, мы не можем болтать попусту Конечно, но моё дело зер секретно Финичево не видит, я сейчас скрываться под этим покрываль А это дворец Монте-Витторио В этом здании заседают депутаты А вон, посмотрите, это дворец Митаба, месье, красивый Там заседают сенаторы По-моему, сенаторы проголосовали против нас Смотри-ка, это пантеон Его построил император Адриан во втором веке новой эры Сейчас это церковь, которая служит местом захоронения многих королей О, мой любимый Аугустин, Аугустин, Аугустин Принимайте работу Что ж, интересно, интересно Прикрепите его петь, лучше снимите скорее это дурацкое покрывало Это же безлошадный экипаж, да? Именно Теперь я все понял На этой штуке я обгоню Фога с его лошадью Ловкий ход, ваша светлость Приятно иметь дело с мудрым человеком Наконец-то Фогу не удастся опрятить меня Я глаз с него не спущу Молчи и смотри на дорогу Ты, как всегда, ничего не понял, Баллан Фогу доставили такой же безлошадный экипаж Он думает, что от Белинды А на самом деле от меня Что? У него такой же экипаж? А тогда для чего этот? О, я, кажется, уже научился им управлять, месье Да уж пора бы Мы перепугали половину Рима Я наловчился, месье И прямо сейчас я подвезу вас к Национальному музею Странно, какой толк от этого экипажа, если у Фога точно такой же? Объясняю Ты украдешь из художественного музея ценную картину А все увидят экипаж, на котором скрылся вор Понял, понял Когда Фог явится, чтобы сфотографироваться Все подумают, что он вор и просят его за решетку Вот именно Подождите, а как же я узнаю, что Фог не опередил нас? Я все предусмотрел Фог этого еще не знает Но ему придется заехать в сувенирную лавку Притормози, я буду ждать его здесь А вот перед нами площадь Испании Паспарту Я думаю, мы могли бы уже остановиться, да, месье? Что это? Ну и ну! Что произошло? Может, что-то случилось с экипажем? Успокойся, юноша А, послание Вероятно, часы завели специально, чтобы я получил его О чем оно? И главное, от кого? Подпись Ах, Белинка Здесь сказано Милый Филиас По пути на вокзал зайди В сувенирную лавку И купи мне серебряную статуэтку Ну и ну! И очень кстати сувенирная лавка на той стороне До поезда еще час Я сбегаю в лавку и куплю статуэтку Хорошо Но поторопись Месье, я хочу купить серебряную статуэтку Похоже, вы желаете приобрести что-то для дамы Как вам это? Странно, по-моему, я это уже видел Нет, нет, мне нужно более симпатичную и покрупнее Вот это подойдет Я не могу отпустить его так быстро Фикс еще в музее Нет, нет, мой юный друг Я предложу вам кое-что получше Ох, прошу вас Эта статуэтка уж слишком тяжелая Вы правы Есть и другая Полая внутри Ее даже можно надеть на маскарад Помогите, спасите Выручите меня, выпустите на помощь Пожалуйста, с него достаточно Прошу, мой юный друг Эта статуэтка просто создана для дамы Все идет по плану Сейчас фикс, должно быть, уже выносит из музея картину Вот эта картина, мистер Фикс Знаю, мистер Фикс, но тут много охранников Избавьтесь от них, мистер Фикс У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? И есть ли у меня план? Смотрите Внимание, все сюда Перед музеем стоит безлошадный экипаж Единственный во всем Риме Седьмое чудо света Он мчится со скоростью 10 миль в час Стоит взглянуть Мамма миа, как это возможно? Неужели безлошадный? У нас в Риме Стоит перед входом Он единственный в Риме Прекрасно, мистер Фикс Осталось только пробраться в экипаж Постойте, мистер Фикс А вы не забыли, что там охранники? Охранники? Целая дежина, мистер Фикс И все столпились у экипажа Надо заманить их обратно, мистер Фикс Да как, мистер Фикс? А вот так, мистер Фикс Охрана, охрана Тут украли картину Скорей сюда Вор убегает на безлошадном экипаже Единственном в Риме Хватайте, вора Он на безлошадном экипаже Единственном в Риме Все прошло замечательно, мистер Фикс Теперь осталось только спрятать Этот экипаж, чтобы у Фога остался единственный Мистер Фикс Спрятать безлошадный экипаж Можно только если запрячь в него лошадь Сейчас же заеду в ближайшую конюшню Послушай, хозяин Мне не нравится безлошадный экипаж Запряги в него лошадь Что ж, у меня есть для вас лошадь Сколько стоит? Для вас, сеньор Раз вы носите на голове котелок Всего две монеты Ха! Да здравствует мой котелок Скорей запрягайте А вот и национальный музей, месье Интересно, почему тут столько жандармов? Они не могут нам помешать Притормози перед входом Мы сделаем несколько фотографий Снимешь меня на фоне музея Посмотрите, это безлошадный экипаж Вор вернулся на место преступления На этот раз ему не уйти Проделки фикса, проделки фикса Хорошо замаскировал экипаж Молодец Ты еще сэкономил вам немного деньжат На этой лошадке Она может бежать быстрее Я должен успеть на самолет Очень жаль, ваша светлость Но старые клячи и так ель дышат Тогда привяжи ее сзади И заводи двигатель Стой! Не хочется привязывать лошадь сзади Моя мамочка говорила Не ставь экипаж впереди лошади Меня не интересует твоя мать Делай, как я сказал Да, ваша светлость Сейчас Именем римского закона я должен вас арестовать Но в чем нас обвиняют, господин офицер? В воровстве Вы только что похитили картину из нашего музея Можете проверить, у нас нет вашей картины Вы ошиблись Думаете провести нас, сеньор? Но вор ухатил на безлошадном экипаже Возможно, в Риме существует еще один такой же экипаж Не могу в это поверить Сделаем так Увижу другой безлошадный экипаж И вы свободны, как птица Договорились Яблоко мне, паспарту Подождем, пока ветерок разнесет его аромат Что происходит? Почему мы остановились? Я не знаю, ваша светлость Мы едем назад Это все чертова лошадь Смотрите, офицер И еще один безлошадный экипаж А в нем вы найдете картину Эта лошадь просто обожает запах яблок К счастью, это так Мы еще успеем на поезда Бриндизи Постойте, в чем же мы ошиблись? Я вам отвечу, мистер Фикс Вы, вероятно, забыли Нельзя ставить экипаж впереди лошади И почему я мамочку не слушал? Ха-ха-ха Молодец, паспарту Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Столк Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык Фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ В 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту Филис, факт, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фунтов, что я принимаю Весь мир за 8-10 дней К паспарту Чтоб фунт женился на Белинде Мейс К паспарту Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу Помешай фугу объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту О, Филис, будь осторожен Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам Не волнуйтесь, мадемуазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту Вокруг света за 80 дней Какой красивый город Ниапу Жаль, что нужно уезжать Но если мы хотим объехать вокруг света за 80 дней Мы должны поторопиться Что надо взять с собой в дорогу, месье? Дай-ка подумать Для такой поездки нам понадобится Компас, мышь и... Мышь? Роликовые коньки Компас не проблема А вот роликовые коньки... Вот роликовые коньки Теперь мышь Теперь мышь А-а-а-а! Ага, попалась мышка Иди сюда Я тебя не обижу Полезай внутрь Все в сборе Если не считать Непоседы Тато Тато, иди сюда Хорошо, теперь можно и в путь Войдите Срочная телеграмма для мистера Фога Спасибо, любезный Что там, месье? Просьба моего друга Профессора Фьорелли Который занимается раскопками Помпеи Он хочет, чтобы я взглянул На одно из его важных открытий Но, месье, у нас нет времени Нам нужно успеть на корабль Время есть Пойдем Вы слышали, мистер Фикс Еще бы, мистер Фикс Я прослежу, чтобы они опоздали на корабль Значит, у вас есть план, мистер Фикс Если у меня план Если у меня план Разумеется, есть И какой же Наш первый шаг Хорошо А второй, мистер Фикс А вдруг что-нибудь случится? Вдруг мы нарвемся на проделки Фикса? Вдруг мы не успеем на четырехчасовой корабль? Что тогда, месье Фоу? Успокойся, дружок Не делай из кротовины гору Гору? Из кротовины? Что это значит? Вон Видишь, маленький холмик? Он шевелится Осторожно, Тато! Да Его сделал крот, когда рыл тоннель Этот холмик называется кротовиной Теперь понимаешь Ну, конечно Он очень маленький Посмотрите Совсем не такой большой, как гора Вот именно А выражение Делать из кротовины гору Означает Делать без маленькой проблемы Большую проблему Молодец, паспарту А теперь давай искать дорогу в Помпеи Если следовать указаниям профессора Фьюрелли Нам нужно сесть на восточный поезд до Помпеи А как мы попадем на восточный вокзал, месье? Пожалуй, я спрошу этого джентльмена Бонжорно, сеньяре Бонжорно Как нам попасть на восточный вокзал? Мы торопимся в Помпеи Очень просто Ступайте по восточной улице до самого конца И поверните направо Потом первый поворот налево Пройдете до следующего квартала И свернете направо Опять направо, налево и снова направо Потом наверх и вы на месте Спасибо Не благодари меня, приятель Ты так заблудишься, что никогда не попадешь в Помпеи А на корабли подавно Видимо, мы где-то не туда свернули Добрый месье, что-то не так Не нервничай, дружок Ну что же делать? Нам отсюда никогда не выбраться Глупости по спорту Спросим дорогу еще раз Прошу прощения, сеньора Вы не подскажете нам, как пройти к восточному вокзалу Разумеется, с удовольствием Спуститесь по ступенькам до уровня моря Потом резко поверните И идите прямо до большого фонтана Обойдите фонтан, чтобы не промокнуть И идите по кругу, пока не увидите тот же фонтан Пройдите три квартала, пока не дойдете до пьяца Реали Перейдите дорогу, спуститесь по ступенькам И вы на месте Ясно? Спасибо, сеньора Сеньора Скажите, пожалуйста, где вы, месье? Мы заблудились, а времени все меньше У нас достаточно времени А вдруг мы не выберемся отсюда? Вдруг мы так и будем вечно ходить кругами? И никогда не найдем этот вокзал? Спокойно, не делай с кротовиной гору Это вам не кротовина, месье У нас большая проблема Не очень, подай компас Компас? Именно, поскольку мы ищем восточный вокзал Будем поворачивать компас, пока стрелка не укажет на север Тогда мы узнаем, с какой стороны восток и вокзал Скажите, пожалуйста, какой вы умный, месье Фок Здесь все компасы врут Вы не туда идете Вы упадете с края земли Вернитесь и заберите свой выигрыш Вы забыли 200 долларов Это гора Везувий по Спарту Знаменитый вулкан Знаменитый? А чем он знаменит, месье? Почти две тысячи лет назад произошло извержение, которое похоронило город, в который мы едем Помпеи Так, значит, они решили прокатиться в Помпеи Что, лучше отрезать им дорогу или немного удлинить ее? А, мистер Фикс? Не называй меня мистером Фиксом, глупец Не видишь, я знаменитость Кто же ты, незнакомец? Я, знаменитый помпейский бандит-одиночка Я всегда оставляю от врагов мокрое место Смотри, как я остановлю поезд Волны вперед! Вы говорите, гора Везувий похоронила город Помпеи Как такое возможно? Везувий очень опасен, дружок Почти две тысячи лет назад верхушку горы прорвало И в небо поделись клубы черного дыма Вулканическая лава обрушилась на город и полностью похоронила его Скажите, пожалуйста, какой ужас? Да, погибли все Люди, животные, разрушились здания города Помпеи Давай, помпейский бандит-одиночка, делай свое дело Именем помпейского бандита-одиночки Остановите поезд, или я оставлю от него одни руины Но если город Помпеи похоронен, месье Фолк, какой смысл туда ехать? Дело в том, что сейчас город раскапывают и реставрируют паспорту Спустя почти две тысячи лет Именно так и мой друг, профессор Фьюрелли, руководит раскопками Ты точно знаешь, что делаешь на этот раз бандит-одиночка? Я не могу оплошать Они остановятся перед бревном, которое я положил на пути И тогда я наконец-то разделаюсь с этим фогом Остановитесь перед помпейским бандитом-одиночкой Или я превращу ваш поезд в руины А какой смысл откапывать город, который был похоронен почти две тысячи лет назад? У прошлого можно многому научиться, дружок А развалины Помпеи великолепно сохранились Что это? Что случилось, месье? Выходите из поезда, живо! Я помпейский бандит-одиночка, и я вас граблю Одно неверное движение, и вы превратитесь в руины Отлично! Женщина свяжет мужчин, и побыстрее Ну и ну, если нас свяжут, мы не попадем в Помпеи И на корабль в Неаполе не успеем И вокруг света за восемьдесят дней не объедем Нам конец, месье Глупости Не делай из кротовины гору Из кротовины? Неужели вы считаете это маленькой проблемой? Мы обречены! Просто открой сумку Паспорту Открыть сумку? Вот именно Помогите! Спасите! Померите! Померите! Тише, тише! Прекратите это ограбление! Вы не должны носиться, как перепуганная цыплята! Спасите! Карау! На помощь! Перестаньте! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Этот бандит всего лишь месье Фикс! Надо же! Мышь спутала все карты! Но! Ну и ну, месье! Мышь была великолепна! Да, но думаю, следует посадить ее обратно в сумку Нам пора продолжать путешествие Славная работа, мистер Фикс! Откуда мне было знать о мыши? Вы же специалист по проделкам Надо быть ко всему готовым Я остановлю их в Помпеи Надеюсь, мистер Фикс Иначе лорд Мейс вас не похвалит Да, я разделаюсь с Фогом Не будь я Фикс! Удивляюсь плодам ваших трудов, профессор Такое впечатление, что здесь до сих пор живут люди Да, все в точности, как в день извержения Везувия Да, подлинная картина жизни почти двухтысячелетней давности Это мои помощники Они убирают залу и пепел Паспарту Обрати внимание на мостовую Она вымощена булыжником, но гладко, как современные улицы Древняя мостовая поистине удивительная вещь, месье Но сейчас меня больше интересует возвращение в Неаполь Где мы должны успеть сесть на четырехчасовой корабль У нас достаточно времени по спарту Скажите, незнакомец, что это за странный шум? Этот шум? А, это всего-навсего гора Гора? Везувия, она постоянно ракочет и дрожит А вам не бывает страшно? Редко, сеньор, только если Везувия ракочет больше минуты подряд И что тогда? О, сеньор, если такое случится, будет очень страшно Это значит, что может начаться извержение И что все люди делают, если он ракочет больше минуты? Что делают? Что же нам еще делать? Надо прыгать в поезд и уезжать отсюда как можно скорее и подальше А если кто-нибудь опоздает на поезд? Будет очень печально, потому что другого транспорта до Неаполя здесь нет Совсем никакого? Совсем никакого О, боже, вы произнесли волшебные слова, незнакомец Что это, месье? Театр Помпеи, мальчик мой Он вмещал пять тысяч зрителей Посмотрите, это некое подобие буфета, где люди могли купить что-нибудь поесть по пути в театр Вы мне напомнили, я очень голоден Вот что я хотел обсудить с вами, мистер Фок Мы начали раскопки пекарней и внизу в печи мы нашли очень странные предметы Меня интересует ваше мнение Буду рад Как же мы туда спустимся? Нас спустит рабочий, поехали Они спустились в глубокий колодец Это мне на руку Осталось только шум поднять Великолепно, мистер Фикс Воспользуемся ими, как барабанами Вы хотите изобразить шоу вулкана, мистер Фикс? Так точно Я изображу вулкан Все бросятся к поезду Тот уедет, а фок останется в холодце Прекрасно, мистер Фикс Смотрите, это они Что вы об этом думаете? Хм... Кажется, здесь на поверхности Выдавлена какая-то надпись Хм... Селиго Грани Что это значит? Везувий Везувий Извержение О-хо-хо Нет, нет, сеньор Рокот был очень недолгий Он уже прекратился Ничего страшного Извержение Извержение Ненормальный турист Я ничего не слышу Шум прекратился Согласитесь, мистер Фикс Вы не можете и в барабаны бить, и людей подстрекать Надо что-то придумать Селиго Грани Это пшеничная мука Я держу в руках буханку хлеба Буханку хлеба, испеченную почти две тысячи лет назад Удивительно, потрясающее открытие Любой Хочешь заработать на жизнь, а? О, си, си Ты должен бить в барабаны, пока я не скажу, что хватит Ясно? Пока не скажу, что хватит Понятно тебе? Си Очень хорошо Начинай бить Бегите Бегите к поезду Спасайтесь Везувий проснулся Вулкан Бегите к поезду Скорее, друг Поторопись Брось подъемник Спасай свою шкуру Вулкан извергается Беги Время, месье Нам пора ехать, если мы не хотим опоздать на корабль А вы сказали все, что я хотел знать Я очень вам благодарен Давай, Джузеппе, поднимай нас Ха-ха-ха-ха Никакого Джузеппе здесь нет, дедуля Мы тебя не слышим Поднимай Повторяю, никакого А, неважно Придется поднять Чтобы они меня услышали Смотрите, месье Фок Проделки фикса Проделки фикса Ха-ха-ха-ха Совершенно верно, приятель Опять проделки фикса У вас нет ни малейших шансов успеть на корабль вне В Диаполе Что вы наделали, фикс? Сущие пустяки Заставил одного парня бить в барабаны А остальных убедил в том, что это проснулся вулкан Они вот-вот уедут на поезде А это значит, некому вытащить вас из колодца И не на чем уехать в Диаполь Ха-ха-ха-ха Вулкан Молодец, приятель Ты хорошо на меня поработал, когда бил в барабаны Слышите, как отходит поезд Даже если вы выберетесь из колодца Толк от этого не будет Поезд на Диаполь уже ушел Да, и человек, которого вы подкупили, тоже Да, и что из этого? Кто же тогда сейчас бьет в барабаны? Барабаны кто же? Кто? Вулкан Гора Визовий Извержение Кажется, он отключился Мы в опасности, месье Мы обречены Вулкан проснулся, а мы в колодце Встань мне на плечи, паспарту Я тебя подсажу, и ты схватишь веревку подъемника Я не могу дотянуться до веревки, месье Мы пропали Позови Тото Пусть он влезет тебе на голову И дотянется до веревки подъемника Тото, иди сюда, хорошая обезьянка Поймай веревку для паспарту Давай, крошка Тото Почти дотянулся О нет, сорвался Пусть попробует еще Давай, Тото Да, крошка Тото, веревку Да, вот так Ты самая умная обезьянка в мире А теперь тяни подъемник вверх Что, что хорошего в том, что мы наверху, месье Мы обречены Успокойся, паспарту Не делай из кротовины гору Из кротовины гору? А это что? Разве это не гора извергается? А поезда нет И мы никогда не вернемся в Неаполь И не сядем на корабль И не объедем вокруг света за 80 дней Сумку, паспарту Что? Сумку Достань три пары роликовых коньков Роликовые коньки? Разумеется Замечательная мысль Мостовые бомбе идеально подходит для катания на роликах Мы мигом доберемся до Неаполя Прощайте, месье проделки фикса Нет, нет, дружок Возьми тележку и помоги мне поднять его Мы не оставим его здесь Вот так Поехали КОНЕЦ КОНЕЦ Вот уж действительно человек, который умеет сделать из кротовины гору Ты прав, паспарту Да Весь мир за 8-10 дней Филис, фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю! Весь мир за 8-10 дней К паспарту Чтоб фолк женился на Белинде Мейс К паспарту Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу Помешай фобу объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари Ведь нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать К паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель, я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать К паспарту Вокруг света за 80 дней Скоро паспарту прибудет карета Которая доставит нас к следующему этапу путешествия Куда мы отправимся сегодня, месье? В порт Оранто Я договорился с капитаном небольшой парусной шхуны Которая отходит к берегам Греции Там завтра мы должны сесть на поезд Вы все слышали, мистер Фикс? Каждый слава, мистер Фикс Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Я разделаю с фога! Надо ли взять с собой что-нибудь особенное, месье? Дай подумать В этом путешествии нам понадобится Пособие по управлению шхуной Пособие-то нам зачем? Мы же не будем управлять шхуной сами, месье! Хм... Две дюжины термитов Две дюжины термитов Особая отмычка Расписание пароходов от Гибралтара до Афин И... Свеча Вас понял, месье! Мы готовы к отплытию! Как раз вовремя, вот и карета Кому тут в порт Атранто? Прошу Месье Кучер? Си Мы должны успеть на корабль, уходящий из Атранто Но хитрец по имени Фикс захочет помешать нам Так что скорее! Скорее? Скорее? Что значит это скорее? Скорее? Значит быстро, живо! Престо! Престо! О, престо! Времени еще достаточно Чем быстрее, тем лучше, месье! Это очень дикая страна, и мне она совсем не нравится! Ты совершенно прав! В этих горах людей почти нет Зато множество волков и диких каванов Надеюсь, с каретой ничего не случится? Думаю, нет Стой! Скажите, Кучер Почему мы остановились в столь глухом месте? Такие вы правила, сеньор Это, как бы сказать, дорожная передышка И лошадям и пассажирам нужно отдохнуть Блестящая идея Мы выпьем по чашке чаю Проходите, прошу вас, сеньор Ну что, попались? Теперь вам на корабль не успеть Следующая карета будет только завтра утром А к тому времени кораблик уплывет Не скучайте Мы пропали, месье Из этого сарая нет выхода И вокруг ни одной живой души Нам отсюда не выбраться Тот, кто заранее боится помех В сомнениях упустит шанс на успех Давай хорошенько подумаем Это строение, очевидно, из дерева А что разрушает дерево? Огонь! Мы его сожжем? Находясь внутри? Приди в себя, паспарту И думай, что еще уничтожит дерево Ммм, термиты Совершенно верно Я освобожу наших маленьких друзей И позволю им заняться делом Он можно исправить Хорошая работа, мистер Фикс. Превосходная. Лорд Мейз будет очень доволен. Есть письма для мистера Фикса? О, благодарю. Это от его милости. Аргентамал похищения Фога, его погрузят на корабль и отправят в длительное морское путешествие. Он надолго застрянет на греческих островах. Твоя задача проследить, чтобы Фог прибыл в порт от ранта к пяти часам. Мои люди сделают остальное. Ну, это просто, мистер Фикс. Делать нечего, мистер Фикс. Когда Фог прибудет в город, я осуществлю свой блестящий план и заманю его в порт. Запросто. А вы ничего не упустили, мистер Фикс. Вы о чем это, мистер Фикс? Вы заперли Фога в горах, мистер Фикс. Помните? Я постарался на славу. Он никогда не попадет в от ранта. Не попадет в от ранта? Вы просто идиот! Его надо вернуть! Его надо вернуть! Его надо вернуть! Ничего не происходит, месье. А времени все меньше. Я волнуюсь. И Тато волнуется. Термиты работают медленно по спорту. Но зато наверняка. Вперед! На, на! Шевелись! Но я не вижу никакой работы, месье. Это и невозможно по спорту. Термиты выгрызают дерево изнутри, и скоро оно станет не толще бумаги. Термиты превратят строение в труху. Вы почти на месте, мистер Фикс. Ваши намерения, мистер Фикс? Полное перевоплощение, мистер Фикс. В кого, мистер Фикс? Ну, к примеру, в турагента, мистер Фикс. Блестящий, мистер Фикс. Похоже, там пустота по спорту. Скоро мы отсюда выберемся. Вот это да! К вашим услугам, Куки Турсервис. Куки мое имя, Турсервис мое призвание. А я, так понимаю, вам нужно ватранта. Но как вы это узнали? Тише, Тато, веди себя прилично. Я величайший в мире турагент. Сегодня здесь, завтра там. Вот мой девиз. Садитесь, господа. Садитесь, поехали. Лорд Мэй сказал, что не появится к пяти часам. А как мы узнаем, который из туристов Фокк? Лорд Мэй сказал, что Фокк всегда ходит в высокой шляпе. Увидим его, схватим, сунем в мешок, бросим на борт и выйдем в море. И долго нам придется плавать? Лорд Мэй сказал, что мы должны дрейфовать не меньше 80 дней. Ну и ну! Ваша шляпа совсем смялась! Ничего страшного. Я приведу ее в порядок, когда мы вступим на борт корабля. Они уже должны быть тут. Смотри! Вон, Фокк! Видишь высокую шляпу? Вид у него такой глупый. Приближать мэны чуть-чуть ку-чуть ку-чуть ку. Куки-турсервис славится своей точностью. Добро пожаловать! Вы хорошо поработали. Сколько мы вам должны? Куда он делся? Ну и ну! Он словно испарился! Искать его нам некогда. А вот, кстати, наша шхуна. Мы успели вовремя. Здравствуйте, мистер Фокк! Я уж думал, что нам придется отчаливать без вас. Мы немного задержались, но теперь можем отправляться в Грецию. Молваны! Остолопы! Выпустите меня! Развяжите мешок! Выпустите, вам говорят! А так-то лучше. Поймите, вы совершили чудовищную ошибку. Я вовсе не Фокк, а фикс! Ха-ха-ха! Мы ваши уловки знаем. Лорд Майс приказал схватить человека в высокой шляпе. Как раз такой. Вы ничего не понимаете, молваны. Это только маскировка. Ха-ха-ха! Маскировка, говоришь? Очень подозрительно, мистер Фокк. Очень подозрительная у тебя маскировка. Да я не Фокк. Я Фикс. Фикс охотится за Фокком. Поэтому Фикс переоделся, чтобы обмануть Фокка. Чтобы Фикс сумел задержать Фокка. Ах, бесполезно. Очень трогательная история. Ты, видно, уже сам не знаешь, кто ты. Я Фикс, Фикс, Фикс. Я тоже на Лорда Мэйзе работаю. Чем докажешь? Ему нужно доказательство, мистер Фикс. Ну и как вы поступите, мистер Фикс? Покажу ему вверительные грамоты, мистер Фикс. А откуда они у вас, мистер Фикс? Хм. Хм. Ну тогда телеграмму, мистер Фикс. От Лорда Мэйза, мистер Фикс? Именно, мистер Фикс. Блестящий, мистер Фикс. Несомненно. Вот, полюбуйтесь. А так, алюмиграя. Да я не умею читать. Ну и что, теперь поняли? Я просто исполнял приказ. Привел вам Фога, а вы, болваны, схватили не того. И что нам теперь делать? Если мы срочно не вмешаемся, Фог благополучно дойдет до Греции. Лорд Мэйз будет очень-очень-очень-очень сердит. У вас есть план? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Раз уж вам так интересно, нет у меня плана. Прежде нужно найти Фога. Понятного, болваны? И где его искать? Думаю, где-то там. На парусной шхуне Арго. Ионическое море по Спарту. Одна из самых чудесных и знаменитых водных гладий на лице земли. Знаменитых, месье? Да, знаменитых. Тысячи лет назад древние греки плавали по этой самой воде в поисках новых земель. А позднее древние римляне шли по этому морю завоевывать Грецию. А прямо по курсу прекрасный остров Итака, на котором царствовал Одиссей. Это море пересекали целые армии по Спарту. А теперь здесь так тихо и спокойно, и о проделках Фикса можно пока забыть. Смотрите, еще один корабль! Хм, кажется, он пытается нас догнать. Пираты! Ну и ну! Они в нас стреляют! Капитан, что вы намерены делать? Капитан! Капитан! Куда же вы? Эй, там! Нарго! Смогайтесь! Пираты атакуют! Команда сбежала! Мы пропали, месье! Чепуха! Тот, кто авансом боится помех, в сомнениях упустит свой шанс на успех. Мы поведем корабль сами. Но мы не умеем им управлять, месье! Пособие! Мы будем учиться на ходу. Я за штурвал, а вы, стато, займитесь парусами. Поднять грот, Брамсель! 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 Отпускай, отпускай! Помогите! Поворачивай, Кливер! 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 Что это? Что это? Помогите! Спасите! Объясните, что все это значит? Пиратство вне закона. Хо-хо-хо! Неужели? Вы пойдете с нами, мистер Фок? Спасите! Господа, добро пожаловать! Мы отправляемся в небольшой круиз! Дней на восемьдесят! Восемьдесят дней! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Ты прав, дружище! Фикс! Да, хитрец Фикс! Как сказал мой сообщник, мы отправляемся в небольшой круиз! Так что Греции тебе не видать, Фок! А уж кругосветки тем более! Мы его цепями прикуем к мачте! А что будет со мной? О-о-о! Мы тебе применение найдем! Еще одну порцию мяса с картошкой, Юнга! Ой, как же вкусно! А теперь вымой все тарелки! Смотри, чтоб сверкали! А потом принесешь мне десерт! Месье Фок! Тихо! Найди саквояж по спорту, достань отмычку и открой замок на цепях! Но я не знаю, где саквояж! Вот он! Пираты его тоже прихватили, только поставили далеко! И что дальше, месье? Я должен вернуться, или они придут за мной? Нет, нет! Мы с тобой сейчас искупаемся! Иди за мной! Ну и ну! Купаться на такой глубине! Судя по моим расчетам, мы находимся неподалеку от маленького острова! Но как мы попадем с корабля на остров, месье? Плавь по спорту! Поспешим! Мы так долго не выдержим! А может, там вовсе и нет никакого острова? А вдруг там акулы, месье? Мы пропали, нам не спастись! Тот, кто авансом боится помех, в сомнениях упустит свой шанс на успех! Ну и где же этот паспарту? Я хочу десерт! Плохой из него вышел Юнга! Юнга! Где ты, бездельник? Дрыхнет, скорее всего, где-нибудь! Или брюхо свое набивает! Их нет! Ни фога, ни паспарту здесь нет! Они сбежали, олухи! Фог освободился от цепей, они оба сбежали! Вероятнее всего, за борт сиганули! Думаешь, искупаться решили? Тогда наверняка пошли ко дну, отсюда им до земли нипочем не доплыть! Мы должны срочно броситься на поиски! Зачем? Нам без разницы, где они, лишь бы в Грецию не попали! А уж в такую дали им не доплыть, можешь мне поверить! Ха-ха-ха! Но я не выполнил задание! Говорю вам, я должен их догнать! О, ты его слышал, старик? Мистер Фикс сказал, что он обязательно должен догнать их! Что ж, тогда мы обязаны ему помочь! Нет, не надо! Не делайте этого, нет! Мы доплыли, месье Фог! Как хорошо стоять на твердой земле! Это тот самый остров, о котором я тебе говорил! Но мы все равно очень далеко от Греции, верно? Как же мы попадем на поезд, месье? Время еще есть по спорту, но очень мало! Достанет с акваяжа расписание! Так я и думал! Скоро, в паре километров отсюда, будет проходить пароход, направляющийся к берегам Греции! Паре километров! Ну и ну! И зачем нам этот пароход? Мы не проплывем пару километров! Но на борт попадем! Идем, я скажу, что делать! Ну вот и он! Снова что-то замышляет! И не знает, что я скоро с ним разделаюсь! Подкрадусь и посмотрю, что он задумал! Ну и ну! А как работает это сложное устройство, месье? По принципу прощи, паспорту! Наклонив дерево под определенным углом и затем резко его распрямив, мы забросим то, что будет на нем находиться, в заданное место! Вы хотите сказать, что находиться на нем будем мы? Совершенно верно! Но кто? Кто распрямит это дерево? Мы не можем одновременно находиться и наверху, и внизу! Ничего у нас не выйдет, месье Фок! Тот, кто авансом боится помех, в сомнениях упустит свой шанс на успех! Свечу, паспорту! Свечу? Но еще не очень темно! Этой свечой мы пережжем веревку! Смотри! Мы приготовимся, но прежде зажжем свечу! Когда веревка прогорит, дерево тут же разогнется и подбросит нас в воздух! А приземлимся мы там, где нужно! Так вот, какой у них план, мистер Фикс! И как вы намерены действовать, мистер Фикс? Ну, если они планируют забросить себя прямо в Грецию, почему бы мне не сделать то же самое? Верно, мистер Фикс! Только вы сможете сделать это намного раньше, мистер Фикс, и опередить тем самым эту парочку! Хорошая мысль, мистер Фикс! Так, так, и к приземлению я успею приготовить сюрпризец! Так поторопитесь, мистер Фикс! И... Держись, паспарту! Мы скоро взлетим, чтобы приземлиться на борту парохода! Расчет должен быть очень точным, иначе мы можем рухнуть в воду! Ну и ну! Надеюсь, вы все рассчитали с точностью до секунды, месье! Он сказал, что будет в Греции, месье Фок! Он не знает, что мы собираемся приземлиться на пароход! Посмотрите, тащатся где-то в хвосте! Я первым попаду в Грецию и приготовлю им сюрпризец мягкой посадки! Прямо по курсу пароход! Точно по расписанию! Сам дело, я уже падаю! Но до земли еще так далеко! Что происходит? А-а-а-а-а-а! Неугодно ли чаю, Джон Клэн, до прибытия в Грецию? С удовольствием! Время чайпития! Ах, месье Фок, на этот раз я хорошо усвоил урок! Тот, кто авансом боится помех, в сомнениях упустит свой шанс на успех! Да-да-да... Но, с другой стороны, излишняя самоуверенность может угрожать большим промахом! Ты прав, Паспарту! Да! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Стоун Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Филис, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, Лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фонтов, что я... Принимаю! Весь мир за 8-10 дней К паспарту Чтоб Фок женился на Белинги Мейс К паспарту Филис, ко мне! Да, Лорд Мейс, к вашему слову! Помешай, Фок, объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть в пари! Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель! Я компаньон мистера Фока Проведу любого фикса! Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Вокруг света за 80 дней Значит, Фок достиг севера Греции Клянусь, до Афин он не сможет добраться Не будь я лорд Мейс Ваш ежечасный прогноз погоды Превосходно! Фок находится как раз там Где ожидается одна из мощнейших бурь Это хорошо, сэр? Хорошо ли это? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой Надо привести мой гениальный план в действие Да, лорд Мейс? Я обязательно сделаю так Что он заблудится Нужно срочно телеграфировать фиксу Куда мы направимся сегодня, месье? Надо посмотреть на карте Мы находимся на севере Греции А попасть должны в Афины на юг Нас ждет дальняя дорога Надо собрать сумку Ну и ну! Что такое, паспарту? Дождь, месье! Похоже, там ужасная буря Просто ужасная буря, месье! Ага! Нам везет! Везет, мистер Фикс? Да, льет, как из ведра, мистер Фикс И в чем же тут везение? В такую бурю Фок никуда не поедет, мистер Фикс И что? Значит, у меня выходной Можно как следует выспаться Это мне не помешает Что? Кто бы это мог быть? Телеграммы, мистер Фикс! Телеграмма! Нет мне покоя Это вам, мистер Фикс С вас будет доллар за доставку Держите Минуточку Один момент Вся телеграмма на греческом А чего вы ждали, мистер Фикс? Вы же в Греции Я не читаю по-гречески Забавно Все мои знакомые читают по-гречески Не страшно Специально для вас предусмотрены услуги переводчика Доллар, пожалуйста Ах, я мог бы догадаться Хорошо, читай Я буду читать А он показывает Вы все поймете Готовы? Готов Просыпайся, болван Здесь так написано Просыпайся, болван Вам понятно? Еще как понятно Приближается сильная буря Фок задержится Будет искать короткий путь Отправляйся в Сайма-Петра Сайма-Петра? Ай! Сайма-Петра значит камень Саймона Понятно? Понятно Отправляйся в монастырь Сайма-Петра И спрячь там фальшивую карту Понятно? А где этот Сайма-Петра? Сайма-Петра вон там Наверху На вершине горы Афон Это самый известный монастырь в Греции Это вся телеграмма? Есть еще приписка Здесь сказано Не стой, как истукан Пошевеливайся Понятно? Какая страшная буря, месье Что будем делать? Что ж, поездку придется отложить А как же наш график, месье? Пока мы ждем Предлагаю заняться важным делом Ты умеешь вить веревки? Веревки? Зачем нам веревка? Дождь она нам не нужна Может и так, но запомни Всему свое время и место Привяжи этот конец вон туда То-то, проказница-обезьянка Ставь веревку в покое Это от мистера Фикса, сэр Он понял ваше задание И направляется в монастырь, чтобы спрятать карту Хорошо, хорошо Пусть Фок найдет в монастыре эту карту Он пойдет по ней и заблудится В карте подвох Короткой дороги нет Он ни за что не успеет объехать свет За восемьдесят дней Но я не понимаю, сэр Почему вы так уверены, что мистер Фок будет искать короткую дорогу? Потому что я знаю Филлиса Фога Зачем мы тратим время на веревку, месье? Буря нас задержала, мы не сможем быстро наверстать упущенное Думаю, сможем Но как? Найдем другую дорогу в Афины Какую? Напрямик? Именно Значит, для того мы и вьем веревку? Всему есть свое время и место Скорее, скорее, скорее Итак, мистер Фикс, мы на месте Что дальше? Арк Мейс велел спрятать секретную карту Что ж, запрячем ее как следует Вы хотите сказать? На колокольне, мистер Фикс А теперь, мистер Фикс, суньте карту в эту щель И вот так вот, мистер Фикс Идеально, мистер Фикс Идеальное место для тайника Интересно С чего это лорд Мейс взял Что Фок придет сюда Искать карту? Лорд Мейс С какой стати мистеру Фоку Идти в монастырь Сайма Петра? Я сам отправлю его туда, Джейвс Ну, как вы Буря задержит Филлиса Фога По меньшей мере на день Значит, он не успеет объехать вокруг света За 80 дней Если, конечно, не найдет Секретную карту Короткой дороги, спрятанную в монастыре Сайма Петра Ну, ему и в голову не придет Идти туда, если кто-нибудь ему не посоветует Я должна предупредить Филлиса Но как? Кто-нибудь мог бы взять мой планер и предупредить его Но это никому и в голову не придет Придет Надо поспешить Видишь, Джейвс Проще простого Ха-ха-ха! Хорошая работа, мистер Фикс. Лучше не бывает. Если лорд Мейз просит спрятать подальше карту, я ее прячу. План лорда Мейза осуществится обязательно. Обязательно! Значит, самое время наконец-то вздремнуть, мистер Фикс. Обожаю засыпать под шум дождя. Дождь кончается по спорту. Нам пора в путь. Будем искать короткую дорогу, да, месье? Чтобы наверстать время? Да. А что мне положить в сумку, месье? В веревку по спорту. К одному концу я привяжу большой крюк. Вот так. Теперь можем отправляться. Эй, Филлис! Ну и ну! Это же мадмазель Белинда! Белинда, как мило. Но вам нельзя здесь находиться. Я должна была приехать. Вы сильно отстаете от графика. Мне удалось узнать, что существует короткий путь. Вам нужно попасть в монастырь Сайма Петра. Именно там спрятана карта. Какая карта? Карта секретной дороги в Афины. По спорту. Где же находится этот монастырь? Монастырь. Вон там, высоко на горе Афон, прямо над морем. Идемте туда немедленно. Хорошо. Я готова. Боюсь, вам нельзя с нами, Белинда. Почему нет? Таков закон. Нога женщины не должна ступать на гору Афон. Закону уже тысяча лет. В жизни не слышала такой глупости. Тем не менее, это закон. Возвращайтесь домой, мадмазель Белинда. Наше путешествие становится опасным. Я буду оберегать месье Фога. Прощайте, Белинда. Спасибо за помощь. До свидания, Филлиас. Будьте осторожны. Возможно, мы увидимся раньше, чем вы думаете. Что? Что? Что случилось? Опять кто-то стучится. Кто там? Телеграмма для мистера Фикса. О, нет. Это вам, мистер Фикс. С вас доллар за доставку. И еще доллар за услуги переводчика. Ну что, вы готовы? Готов. Просыпайся, болван. Отправляйся в монастырь. Проследи, чтобы Фок нашел карту. Карта-подделка. Они заблудятся. Ну что, это все? Есть еще приписка. Здесь сказано, не стой, как истукан. Пошевеливайся. Понятно? С инструкциями проблем нет, мистер Фикс. Ни малейших. Сбегаю в монастырь еще раз и прослежу, чтобы Фок нашел карту. Найти ее будет совсем несложно. Не правда ли, мистер Фикс? Вы же спрятали ее на... На... На колокольне. Балман. Там он ее никогда не найдет. А не найдет. Так и короткую дорогу не узнает. И не заблудится. И тогда лорд Мейс возьмет меня и... О, Боже! Ох, ох, это ужасно, месье. Лестница такая крутая. Ее высота 400 метров. И она отвесная. Ага, теперь понятно. Для этого мы и сплели веревку, да? Вы привязали к ней крюк, чтобы нам было легче взобраться на эту гору. Нет, паспарту. По лестнице мы поднимемся и без веревки. Тогда зачем мы несем такую тяжелую веревку? Если она не поможет нам подняться, давайте оставим ее здесь. Нет, нет, помни. Всему свое время и место. Ну и ну, что это было? Кто-то очень торопится наверх. Вот тебе доказательства того, как это просто и без веревок. Надо достать карту, мистер Фикс, и перепрятать ее туда, где Фок ее найдет. Так. Куда полетела? Ай! О, боже, чуть не свалился. То, что вы сказали, мадемуазель Белинди, правда? Действительно, женщин на гору Афон не пускают. Конечно, это правда. Вот уже тысячу лет вход женщинам сюда воспрещен. Причем любым женским особям. Включая собак, кошек и кос женского пола. Хотя одно исключение есть. Наконец-то мы наверху. Это очень хорошо. С чего начнем? Для начала я зайду к настоятелю монастыря. Того требует вежливость. А пока месье Фок отсутствует, я поищу карту. Ну и ну! Мадемуазель Белинда, что вы здесь делаете? Я хочу помочь вам с Филлисом найти карту с коротким путем. Вам же сюда нельзя! Никаких женщин уже тысячу лет! Ни одной женской особи! В жизни не слышала таких глупых правил. Я проделала такой путь от дома до Греции. И не вернусь, пока не вижу, что вы нашли карту. Библиотека! Здесь, наверное, есть библиотека! Но где эта библиотека? Пошли за ним! Это безнадежно. Здесь слишком много книг. Мы никогда ее не найдем! Сдаваться нельзя! Мы должны найти карту! Говорю же вам! Ну и ну! Взгляните, пожалуйста! Вот и карта! Здесь так и написано! Короткий путь – карта! Но откуда нам знать, что она секретная? Здесь есть пометка «Секретная»! Это та самая! Идемте, покажем ее месье Фогу! Спасибо вам, брат Димитриус! Теплые шерстяные одеяния очень пригодятся нам в поездке! Женщина! А стей посторонний! Что? Женщина! Женщина! Нас заметили, Белинда! Ничего не бойтесь! Я буду защищать вас скорее! Я ни за что не позволю вам обидеть, мадемуазель! Тише, тише, Паспарту! Успокойся! Я понял, зачем вы принесли веревку, месье! Мы их свяжем, чтобы они не обидели мадемуазель Белинду! Нет, нет, Паспарту! Веревка не для них! Как всегда, всему свое время и место! Место самое подходящее! Как еще мы помешаем им обидеть мадемуазель Белинду? Мы никого не обидим! Но присутствие здесь женщины противоречит нашим законам! Мы не можем этого допустить! У вас же есть одно исключение! Только для летающих женских особей! Птиц и бабочек им можно! Но ведь эта дама не прилетела сюда! Прилетела? Смотрите, вот мой планер! Ну что ж! Даже не знаю, что можно сказать! Это, конечно, очень необычно, но, думаю, вы можете остаться! В этом нет необходимости, месье! Мы нашли секретную карту короткого пути, Филиас! Если вы пойдете по ней, то нагоните время! Короткого пути? Карта? А куда этот путь ведет? В Афины! Туда-то нам и нужно! Мы нашли карту в вашей библиотеке! Позвольте взглянуть! Да это же подделка! Опасная подделка! Если вы по ней пойдете, то будете долго плутать! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Мой дядя нас всех одурачил! Ну и ну! Нам нипочем не попасть в Афины вовремя! Они узнали, что секретная карта подделка, мистер Фикс! Какая разница, мистер Фикс? Они так отстали от графика, что это их не спасет! Гениально, мистер Фикс! Может, вернемся в наш номер? Почему бы и нет? Можно будет наконец-то выспаться! Держите его! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Ладно, Фок, ты поймал меня! Ну что тебе с этого? Ты все равно не успеешь в Афины! Неужели? А если мы полетим на планере? Чем не короткий путь? Но! Но! В такой легкой одежде, месье, мы непременно замерзнем! Вот именно, болван! Вы замерзнете! Теперь я понимаю, зачем вам теплые шерстяные одеяния! Именно! Одевайтесь и садитесь в планер! Месье Фикс, а вы вовсе не так умны, как вам кажется! Вот мы и сами с вами разделались! Вы так думаете? А об этом вы подумали? Очень скоро наступит ночь, и не будет видно ни сги! Ваш планер пролетит над Афинами, а вы их даже не заметите! Как вам это понравится? Смотрите, как быстро темнеет, Филиас! Взгляните на солнце! Оно садится! Скоро станет темным темно! Филиас, что же нам делать? Мистер Фикс был прав! В темноте мы пролетим мимо Афин! И упадем прямо в море! Нас ничто не остановит! Не волнуйтесь, еще как остановит! Достань веревку, паспарту! Крючок? Вы хотите за что-то зацепиться? Правильно! Веревка как раз такой длины, чтобы можно было зацепиться... Зацепиться за самую высокую точку Афин! Парфенон! Офилиас, вы спасли нас! Золотые слова, месье! Всему свое время и место! Вот оно, нужное время! А Парфенон – нужное место! Ты прав, паспарту! Да! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария – Чет Столк Композитор – Джон Сэнкстаб Репсер – Лейв Грэм Продюсер – Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Филиас Фак Вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фонтов, что я Принимаю! Весь мир за 80 дней К паспарту Чтоб фонт женился на Белинде Мейс К паспарту Филиас, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу Помешай фону объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать К паспарту О, Филиас, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса! И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Вокруг света за 80 дней Ну вот, сумка собрана И мы можем отправляться к Суэцкому каналу И садиться на корабль Да, паспарту Но по пути мы должны посетить пирамиды Пирамиды? Но зачем, месье? Мы сделаем фотографию, чтобы доказать лорду Мейзу, что мы там были Но время, месье! Возьмем на прокат верблюда Много времени это не займет, ведь билеты на корабль уже куплены Конечно, месье, я приколол билеты и деньги к карману куртки Подумать только! Если мы их потеряем, мы не сможем объехать весь свет за 80 дней! Вы слышали это, мистер Фикс? Подберите у них билеты и деньги И Фокти сможет объехать мир за 80 дней Они же приколоты к карману Так отберите куртку, мистер Фикс У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я разделаю с фогом! Верблюды Али Бабы новые и бывшие в употреблении Вот тебе 10 долларов, Али Баба Попей чаю, а я займусь прокатом верблюдов 10 долларов? Это же целое состояние! Отлично! Тогда должи за дно и одежду! Добрый день, туристы! Я Абдул-Абуль-Булямир Сдаю лучших в Каире верблюдов Сегодня специальные предложения Секунду, месье! Мы должны немного посоветоваться! Умоляю, месье, давайте не поедем к пирамидам! Это напрасная трата времени! Нет, мы обязаны И время не пропадет даром Возможно, мы разгадаем загадку этой монеты Правда, месье? Да, эту монету мне оставил мой дядя много лет назад На ней отпечатана загадка пирамид Легенда гласит Если разгадаешь загадку, найдешь волшебный ковер Волшебный ковер? Неужели вы верите в такие вещи? В ковер, способный на волшебство? Волшебный ковер, говоришь О-о-о, сейчас я им покажу волшебство Я уже говорил вам о специальном предложении И вот оно Сегодня верблюды в полцены Только на туристов Подождите, я не хочу! Я подержу вашу куртку Счастливого пути Ну что ты о них думаешь, Паспарту? Три величайшие пирамиды Египта Грандиозно! Только представь Пять тысяч лет назад Сто тысяч рабов строили эту пирамиду В ней более двух миллионов каменных глыб Кажется, это пирамида Хеопса Я посмотрю в буклете для туристов Он у меня с собой В кармане куртки вместе с билетами О, нет! Нет! Что случилось? Ну и ну! Билеты и деньги пропали! Стой, Паспарту! Вернись! Нельзя же так надрываться На ногах далеко не убежишь Тогда поищу их под верблюдом Постой Билеты были приколоты к твоей куртке Ты не мог их потерять Думаю, их украл Фикс Проделки Фикса! Проделки Фикса! Я найду их! Я бы ищу все места, где мы побывали! Успокойся, Паспарту запомни Вместо того, чтобы принять решение вдруг Обдумай все как следует, мой друг О чем тут думать, месье? Без билетов и денег нам конец Мы не сможем объехать вокруг света за 80 дней Мы пропали! Нет, мы должны продолжить путь к пирамидам И попробовать разгадать загадку волшебного ковра Волшебного ковра? О нет, месье! Неужели вы верите в существование такого ковра? Видимо, он перегрелся на солнце Волшебный ковер Волшебный ковер Давай, заводи волшебный ковер Вперед, волшебный ковер! Стойте, стойте! Так нечестно! Стойте, стойте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу, это был всего лишь сон, мистер Фикс Скорей, кошмар, мистер Фикс На самом деле нет никакого волшебного ковра, мистер Фикс Но тогда зачем Фок его ищет? На минуту, допустим, что он существует Тогда Фок объедет вокруг света за 80 минут Скорее, Лебоба, дай мне этого верблюда Здесь написано, что он самый быстрый в Каире Да, друг мой, но это странный верблюд Он бегает задом наперед Задом, передом, какая разница? Лишь бы быстро Вот тебе деньги Верблюд, вперед! Бег задом наперед порой опасен, если верблюд подбежит к обрыву Прибыли по спорту Что это за странное животное? Это сфинкс У него туловище льва и голова египетского фараона по имени Сепи Здесь мы начнем поиски волшебного ковра Но почему здесь? На монете написано Копайте там, куда падает тень от пирамиды, когда сфинкс пьет Когда сфинкс пьет? Какая странная загадка! Что бы это значило? Животное из камня не может пить? Или может? Самый быстрый верблюд в Каире, мистер Фикс Разумеется, самый! И знаете почему? Потому что он не смотрит, куда бежит Вот почему! Болван! Копайте! Там, куда падает тень, когда сфинкс... Сфинкс! Да что же это значит? Вот конец тени от пирамиды, но сфинкс не пьет? Постойте! Я понял! Надо сбегать к Нилу, принести ведро воды, взобраться на сфинкса, вылить воду ему в рот и... Нет, паспарту! Вместо того, чтобы принять решение вдруг, обдумай все как следует, мой друг! Я думаю, месье! Тогда ты должен знать, что сфинкс не может пить по-настоящему Его голова так высоко над землей, что пить он может только из одной вещи Из одной? Пить? Я не понимаю! Подумай над этой загадкой, когда будешь ложиться спать Мы найдем ответ завтра утром Стой, верблюд! Вот и они! Лагерь разбили! Ну что ж, мистер Фикс, подкрадемся и посмотрим, чем они занимаются Мне трудно поверить в такую вещь, как волшебный ковер, месье Фок Но я попробую! Денег и билетов нет! Остается надеяться на чудо, чтобы объехать мир за восемьдесят дней! О чем он там бормочет? Надо подойти поближе Непростую загадку загадала нам ваша монета Копайте там, куда падает тень от пирамиды, когда сфинкс пьет! Как странно! И это все? Копать там, куда падает тень от пирамиды, когда сфинкс пьет? Этого достаточно, мистер Фикс! Вперед! Ха-ха! Как глупо было думать, что можно ее разгадать, если принести воды из Нила! Только глупец может попытаться напоить каменную статуи! Прокатимся до Нила, наберем ведро воды и дадим старому сфинксу попить! Гениально, мистер Фикс! Верблюд, вперед! Глупое животное! Пить хочет сфинкс, а не я! Быстро на берег! Слава богу, здесь нет ответственных скал, мистер Фикс! Идем к воде, мистер Фикс! Верблюд, вперед! Тише, не торопись! Ой, да тише ты! Помедленней, не так быстро! Ну, не торопись! Медленней, медленней! Медленней, медленней! Стоять! Стоять, верблюд! Хорошо! Попей, приятель! Вы ошиблись, мистер Фикс! Ничего не вышло, мистер Фикс! Попробуйте еще раз, мистер Фикс! Нельзя что, мистер Фикс! Лучше подождем и посмотрим, что будет утром делать Фок! Вот и настало утро, Паспарту! Ты разгадал загадку? Пытался, пытался, но так и не понял, как это Сфинкс пьет? Его голова так высоко над землей, что Сфинкс мог бы пить только из одной вещи. Но из какой? Из того, что его окружает. Окружает? Конечно, воздух! Сфинксу пришлось бы пить из воздуха! А когда в воздухе больше всего воды? Больше влаги? Утром, месье! Сейчас! Именно! Значит, загадка подсказывает нам копать сейчас! Там, куда падает тень от пирамиды! Вот на этом месте! Подумать только! Вот оно что! Я, конечно, не верю ни в какие магические ковры, но чтобы они не выкопали, я буду рядом, чтобы поступать правильно! Месье, месье, я на что-то наткнулся! Может быть, это волшебный ковер? Эх, для ковра тяжеловато! Может быть, вместе с ковром закопали золото и серебро? Это было бы очень кстати! Давай перенесем его в лагерь и уже там откроем! Сундук! Правильно, Джек Мэнны! Несите его сюда, чтобы мистер Фикс мог взглянуть на него! Вот сюда! Давай откроем его, мальчик мой! Камни! Ну и ну! Внутри одни камни! Это наверняка проделки Фикса! Проделки Фикса! Вот это везение, мистер Фикс! Они проделали всю грязную работу, а их волшебный ковер оказался грудной камней! Минуточку, паспорту! Здесь не только камни! Посмотри! Листок папируса с древними письменами! Письмена? А вы можете их прочесть? Устье воронки ведет в тоннель! Найди в нем хмурую мумию! О нет! Опять загадка! Подумать только! Мы не найдем волшебный ковер никогда! Нет, паспорту! Вместо того, чтобы принять решение вдруг, обдумай все как следует, мой друг! Да о чем тут думать? Что мы понимаем в воронках, тоннелях и мумиях? Мы пропали! Нет, думаю, эта загадка относится к Великой пирамиде Хеопса. Вот. Взгляни на буклет для туристов. Это схема Великой пирамиды Хеопса. Видишь, два тоннеля пересекаются, а потом разделяются. На что это похоже? На воронку! У них форма воронки! Именно. Значит, мы должны обыскать этот тоннель. Туннель, месье! Мы пойдем в туннель в темноте, не думая, что мне это по душе! Глупости, паспорту! Нам нечего бояться! А мумия, месье! Люди, которые умерли тысячи лет назад! Это очень страшно! Страшно! Чего нам бояться, мистер Фис? Ничего! Я первым проникну в этот тоннель! Смотрите, месье! Кто-то еще пошел в большую пирамиду! Это Фикс! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Тихо, паспорту! Он вошел через вход, проделанный фараоном Армамы. Мы опередим его, если войдем в главный вход. Скорей! Мрачное местечко, мистер Фикс! Поспешим! Чем быстрее мы найдем волшебный ковер, тем быстрее отсюда выберемся! Мы нашли воронку и попали в тоннель! Осталось отыскать хмурую мумию! Хмурая мумия! Найти хмурую мумию! Найти хмурую мумию! Найти хму... О, Боже! Может быть, это и есть хмурая мумия? Извините, месье! А где же стена, мистер Фикс? Кажется, ее там нет, мистер Фикс. Что ж вы не обернетесь, мистер Фикс? Что-то не хочется, мистер Фикс. Не будьте трусом, мистер Фикс. Обернитесь. Надо же, потайная комната. Это, наверное, тот самый ковер. Мы нашли его, мистер Фикс. А ну-ка, садитесь и в путь. Волшебный ковер вперед! Волшебный ковер вперед! Пошел, пошел, ну! Я хранитель волшебного ковра! Тебе здесь не рады! Ху! Ха-ха-ха! Видели, как он побежал, месье? Ха-ха-ха! Думаю, он не скоро вернется. Сюда никогда! Это действительно волшебный ковер? Я в этом уверен, паспарту. Тогда надо его опробовать! Волшебный ковер вперед! Волшебный ковер вперед! Ну и ну! Да он вовсе не волшебный! Он не полетел ни у Фикса, ни у меня! Возможно, его волшебство в другом паспорту. Отнесем его в Каирский музей и посмотрим. Каирский музей Это утерянный ковер Клеопатры. Ему тысяча девятьсот лет. Господа, вы оказали Египту неоценилую услугу. Чем мы можем вам отплатить? Просите все, что хотите. Все-все! Все, что угодно. Дайте подумать, о чем бы нам попросить. Помни, вместо того, чтобы принять решение вдруг, обдумай все как следует, мой друг. Придумал, месье! Скажите, пожалуйста, мы можем попросить, чтобы нам возместили билеты и деньги? Никаких проблем. Мы их с радостью возместим. Вот что получается, мистер Фикс, когда воруешь деньги и билеты. А если бы вместо того, чтобы принять решение, я вдруг обдумал все как следует, я бы знал, какая расплата ждет меня. Вот видишь паспарту. Ковер все-таки оказался для нас волшебным. Да-да, месье! Ха-ха-ха! Жаль, что он не смог прокатить месье Фикса по воздуху. Ха-ха-ха-ха! Ты прав, паспарту! Да! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Стоп Композитор Джон Сэнкстер Ревсер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году. Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Филис, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фонтов, что я... Принимаю. Весь мир за 8-10 дней К паспарту Чтоб Фолк женился на Белинде Мейс К паспарту Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугам! Помешай Фобу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть пари! Ведь нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать К паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя Фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого Фикса И нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать К паспарту Вокруг света за 80 дней И вот, шейх Эмир Мы узнали, что вы здесь, в Суэце И пришли попросить проводников Для перехода через пустыню Это сэкономит наше время Сожалею, мой друг Но я не смогу вам помочь И вам советую ни в коем случае Не идти через пустыню Но почему? Из-за Абдула Ужасного Он предводитель банды разбойников Наводит страх на нашу пустыню Грабит один караван за другим А как же ваша армия, месье шейх? Почему она не поймает этого бандита? Мы не можем его найти Он исчезает, как ветер По волшебству Его боится вся страна Есть старинная поговорка Лекарство от страха Это знание Мы могли бы помочь вам отыскать его Это слишком опасно, друг мой И у нас нет времени на поиски бандитов Мы должны обогнуть мир за 80 дней Чтобы Фок мог жениться на Белинде Мэйс Тогда пароход Монголия Ваш единственный шанс Он отплывает сегодня Простите, почтенный шейх Но если они хотят успеть на Монголию То должны поторопиться Она отходит через несколько минут Скорей, друзья Возьмите повозку до борта Не теряйте времени Следующий рейс Через 10 дней Им нужна повозка, мистер Фикс Да, и вы знаете, кто будет извозчиком, мистер Фикс? Да Кэп Кэп Официальное дело Отдохни Повозка Кого подвезти? Нас, милый человек Секундочку Это может быть проделка Фикса Я обыщу экипаж Прекрасно Его здесь нет Месье-изводчик Остерегайтесь полного мужчину с усами Он мастер маскировки И может помешать нам Спорт-изводчик И побыстрее Иначе мы опоздаем на Монголию Слушаюсь, господа Мы едем очень быстро Но похоже, что местность одна и та же Изводчик Вы ездите по кругу Что, что? А, проделки Фикса Это Фикс Проделки Фикса Руки прочь Остановите Отдай Дай сюда Вам в жизни не добраться туда вовремя Ни за что Он ушел А следующий корабль через 10 дней Теперь мы ни за что не обогнем мир за 80 дней Не сдавайся, Паспарту Мы можем пойти по суше По суше? Через пустыню? А как же Абдул ужасный? У нас нет выбора, Паспарту Где он? Ну и ну Он исчез Идем, Татон Сувениры! Сувениры! Сувениры ссуятся! Покупайте сувениры! Сувениры! Стой! Хочу взглянуть Но, месье... Ай, Фенди У меня много красивых вещиц Чашки, маски, свистки и колокольчики Вот эти маски смешные Мы возьмем две Маски? Месье Фок, но зачем? И позвольте взглянуть на свисток Как раз то, что нужно Покупайте один свисток, Фенди Нет, мы возьмем все, что есть Все? О, господин Очень щедр Проклятие, вы не большой мастер ездить на верблюде, мистер Фикс Мы должны поладить Это единственный выход, если мы хотим следить за Фоком Осторожно, глупое животное! О, кажется, они остановились Так, посмотрим, чем они занимаются Посмотрите, месье, какое черное облако! Да И оно быстро приближается Очень быстро Что это? Я не знаю! Вспомни, мальчик Лекарство от страха Это знание Это всего лишь песчаная буря Всего лишь? Но это знание не скажет нам, что делать Маски, паспарту Доставай их из сумки О, боже, теперь нам точно ясно, что эти двое безмозглые болваны Маски! Они надевают маски на таком солнцепёке! О, мистер Фикс, кажется, ветер! Садимся на верблюда и убираемся! О, мои глаза! Я вижу только песок! О, эти маски просто спасли нас, месье! Но мы потеряли наших верблюдов! А без них, боюсь, нам не выбраться! Нет, нет, мальчик мой! Нужно подумать и решить, как быть! Смотрите, поток, ведущий в расщелину Можно укрыться там! Эта дорога никогда не кончится! Тут так темно! Давайте остановимся! Нет, продолжим путь! Монстр, месье! Бежим скорее отсюда! Это всего лишь летучая мышь по спорту Но нам ещё долго идти! Здесь так страшно! Смотри вперёд! Там свет! 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 Ну и ну! Скорее, месье! Там целый город! Целый город! Вот это зрелище! Все эти цвета! Красный, пурпурный, жёлтый! И здесь никого нет, месье! Ни души! Ау! Ау! Теперь я знаю, паспорту! Этот поток, видимо, ванимуса Она течёт через эту пещеру насквозь Но что же это? Все эти здания! Я думаю, что это затерянный город Петра Да-да, именно затерянный город Петра Затерянный город? Эти здания высечены в скале, мальчик мой Многие сотни лет назад Кто их высек, месье? О! Единого мнения об этом до сих пор нет Некоторые верят, что это сделали джины Духи, бывшие рабами царя-колдуна А когда он утратил свою магию Джины восстали и прогнали всех людей Говорят, джины до сих пор скрываются в этих горах Готовы прогнать любого, кто посмеет приблизиться к Петре Джины, духи, поджидают в горах Лучше нам вернуться в пустыню, месье Глупость, нам нужно отдохнуть Заберёмся в это здание и вздремнём Вздремнём? Вы отлично поработали, ребята Мы ограбили два каравана Сегодня мы правим Петрой Завтра всей Аравией Боже мой! Проснитесь, месье! Это грабители! А это должно быть Абдул ужасный О котором шейх Эмир нам говорил Да, мой мальчик Теперь понятно, как он исчезает Оказывается, он прячется в Петре Вот наш пленник-предводитель Вижу! Кто ты такой, пёси-пёс? Я фиксов фиксер Вернее, бедный фиксер Мистер Фикс, к вашим услугам Ну а я, Абдул ужасный Пожалуй, отрублю тебе уши Очень приятно, мистер Отрубите уши Я бы сделал это прямо сейчас, английский пёс Но у меня много дел Поэтому я займусь тобой завтра Жди! Вот что будет с тобой Если завтра ты оставишь верблюдов без воды Ох, не волнуйтесь, мистер ужасный Воды, воды будет в море Заковать пленника, Кобов! Спи крепко, английский пёс Завтра ты будешь таскать воду До потери сознания Проклятие, мистер Фикс Похоже, мы попали в беду Прикован к стене, как пёс У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Есть ли у меня... Ну, есть ли у вас план, мистер Фикс? Проклятие! У меня даже голос изменился О, нет, мистер Фикс Это я Филиас Фок Мы скрываемся от бандитов Филиас Фок? Да, Фикс Мы здесь из-за тебя и твоих проделок Побереги силы Они понадобятся тебе для побега Побега? Нет, вам не сбежать отсюда С чего ты взял? При свете дня вам помешают люди Абдула А ночью, о боже, вам помешают джины Я слышал, как бандиты о них говорили Джины живут здесь в горах Их тысячи Это они и построили город Джины? О которых вы говорили, миссер Фок Джины прогнали бы Абдула и его бандитов Но Абдул владеет колдовством Видели его вещи? Это колдовские атрибуты Колдовские? Так сказали бандиты Их боятся даже джины Потому они выполняют все приказы Абдула А по ночам они сторожат этот город В темноте Можно услышать их ужасающий свист Ха-ха, это же просто глупости, Фикс Уже стемнело А где же твои свистящие джины? Это они? Проклятые джины? Пришли сторожить город Джины бывают только в сказках Сказь-сказь, ты оглох, Фок Не слышишь этот свист? Я слышу, поэтому и боюсь Вспомни мои слова, паспорту Лекарство от страха – это знание Пойдем посмотрим Видишь отверстие? Смотри Вы остановили его! Остановили свист, заткнув отверстие пальцем! Послушай Шум, который слышат бандиты по ночам Всего лишь ветер, свистящий сквозь трещины и щели А в старых развалинах их всегда много Спасибо, месье! Я больше не боюсь! Хорошо Как только банда заснет Мы сбежим А ты помалкивай, Фикс Мы твоя единственная надежда Шейх Эмир Мы нашли убежище Абдула Ужасного Убежище? Но где? Там, где воды ванимусы уходят в горы В затерянном городе Петре Петра? Он скрывается в Петре? Но как? Почему его люди не боятся горных джинов? У Абдула есть колдовские атрибуты Их боятся даже джины Я не боюсь никаких колдовских атрибутов Мы нападем на Абдула в Петре И схватим его Но вы не можете напасть на него через ущелье У входа в Петру четверо смогут отбить атаку четырех тысяч А вы говорите о поражении, даже не начав битвы Вот увидите, я расправлюсь с этими бандитами В атаку! В атаку! Смотрите, что будет с Абдулом Не шагу назад! В атаку! Стойте! Вернитесь! Подождите! Я поведу вас Снова вперед! Мой друг Похоже, ты был прав А я ошибался Абдул ужасный победил меня Нет, шейх Эмир Его можно победить Оставьте часть людей здесь А остальных переведите через горы Человек сошел с ума Как я мог довериться ему? Смиритесь, мистер Фикс Тихо! Где Абдул? Спит, наверное, да В своем шатре Вы двое ждите здесь И не звука Ну и где этот Фок, а? Тихо ты! Радуйся, что месье Фок Вернулся ради тебя Итак, час настал Я подам знак людям шейха Послушайте, бандиты Я обладаю волшебством Абдул утратил свои чары И мои друзья-джины Выгонят вас из Петры Смотрите и слушайте Смотрите, это джины Они пришли за нами Джины! Бежим! О, джины! Они вернулись! Стоять! Стойте! Не с места! Стоять! Вас обманывают! Джинов не существует Ха-ха-ха! Они перестали слушать Абдула Будут знать, как называть меня псом Так это вы, да? Вы меня обокрали, да? Возможно, люди шейха и доберутся до меня Но вам я отомщу О, месье, он прав! Он отрежет нам уши, пока придут люди шейха Я боюсь! Проклятие, я тоже Помните, лекарство от страха – это знание И что же это за знание такое, месье? Знание о том, что эта река Ванимуса куда-то вытекает Скорее в Бадью А нельзя заставить Бадью плыть быстрее? Ну, конечно же, можно В нашем распоряжении магия Вот так, мистер Фикс Вы, псы! Вы, негодяи! Вы, вы! Вы были правы, месье Фок Лекарство от страха – это знание Проклятие, а он прав Знаете, кто мы? Трое в лодке То есть в Бадье Трое в Бадье И друзья, и враги Меня зовут Фикс Меня Фок А меня по спорту Отличная работа, по спорту Да! Автор сценария – Чет Стоп Композитор – Джон Сэнкстер Режиссер – Лейв Грэм Продюсер – Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии «Нота» по заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту Филикс, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фонтов, что я Принимаю Весь мир за 80 дней К паспорту Чтоб фонт женился на Белинде Мейс К паспорту Филикс, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу Помешай фону объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать К паспорту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам Не волнуйтесь, мадмазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать К паспорту Вокруг света за 80 дней Отель Газа Все готово, паспорту Мы сядем на караван, уходящий в Багдад сегодня днем Ну и ну, месье! Это прекрасно! Это значит, что мы успеем сесть на пароход до Басры Верно! Мы снова будем идти по расписанию Куда ты? За календарем, месье! Когда наш караван будет идти по пустыне В один из дней луна закроет солнце Ах да, солнечное затмение Я хочу купить календарь, чтобы вести счет дней Такое событие нельзя пропустить Хорошо, но поторопись Нам нужно собрать вещи Капитан, сколько длится стоянка в Газе? Всего пять минут, миледи По расписанию Слава Богу Я должна догнать филе своей паспорту Я страшно волнуюсь тех пор, как нашла копию ужасного плана Которому дядя отправил мистеру Фиксу О, бедный паспорту Надеюсь, он не пойдет туда один Прошу прощения, месье Подскажите, где можно приобрести календарь? В трех кварталах отсюда магазин подарков Я уверен, там есть календари Видите, мистер Фикс, похоже, парень хочет купить календарь Согласно указаниям лорда Мейза, мы должны поймать паспорту У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Ха-ха-ха! Я устрою этому паспорту! Вокруг света за 80 дней с паспорту! Чтоб Бог стал мужем Белинды и Мэй с паспорту! Ну и ну, что это значит? Прошу простить меня, Фенди, но мы рады сообщить, что вы наш тысячный покупатель. Берите что угодно за полцены. Но я вообще не покупатель! Мне не нужен ковер! Я хочу купить календарь! Это же наш профиль! Но у вас же магазин ковров! Мы продаем ковры календарей, Фенди! Лучшие! Вот последний модель. Это обыкновенный коврик! Не вижу никакого календаря! Конечно, не видите! Он ночной! Да, ты видно только в темноте! Давайте я закрою занавесочку и покажу! Ну и ну, что это? Прекратите! На помощь! Ха-ха-ха! Застрял, как блока в ковре! Да? Ха-ха-ха! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Мы не можем вернуться назад. Поедем в Пальмиру. Землю царицы Зенобии. Ха-ха-ле! Хоп! Где же он? Не в его привычках опаздывать. А-а-а! Вот и он! Скорее, паспорту! Белинда, что ты здесь делаешь? О, Филлис! Я должна предупредить тебя! Где паспорту? Я и сам хотел бы знать. Он пошел в магазин и до сих пор не вернулся. Все кончено! Слишком поздно! Что случилось, Белинда? Мой дядя, лорд Мейз, хочет помешать тебе. Он велел мистеру Фиксу поймать паспорту и увезти в землю царицы Зенобии в руины Пальмиры. Поймать паспорту? Увезти в землю царицы Зенобии в руины Пальмиры? Скорее, Белинда, мы еще можем его спасти. А-а-а! И зачем только я отпустил его? Не вини себя, Филлис! Ты не мог это предугадать? Надо помнить, вся жизнь лишь цепь и мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения. А-а-а! Самые быстрые верблюды в газе Я спешу в Пальмиру, землю царицы Зенобии. Мне нужен самый быстрый верблюд. Вы пришли в верное место, Эфенди. Здесь самые быстрые верблюды. А как я проверю? Эфенди, я похож на человека, который продаст медленного верблюда. Ну, э-э-э... Предлагаю вот что. Вы купите этого верблюда за 70 долларов, а я дам вам новую кожаную флягу с водой даром. По рукам! Принесу флягу. Сидеть, верблюд, сидеть! Ладно, тварь, будет по-плохому. Ладно, мерзавец, еще раз. Ладно, мерзавец, еще раз. Если хоть волос слетит с головы этого паренька... Они хотят задержать тебя, поезжать дальше. А я отправлюсь в Пальмиру, землю царицы Зенобии. Я справлюсь. Слишком опасно. Но если ты не уйдешь с караваном, то опоздаешь на пароход до Басры. Возможно, есть один выход, даже если я отправлюсь за паспорту. Какой? Навьюченные верблюды проходят примерно 35 километров в день. А незагруженные верблюды в три раза большее расстояние. То есть мы побываем в Пальмире, спасем паспорту и все равно сможем успеть на пароход? Да, но только если поспешим. Скорей, нужно найти верблюдов. Эй, животные, я спешу! Али! Тысяча извинений, Фэнди. Я забыл сказать, что этот верблюд самый быстрый в газе. Незговорчив без своей любимой еды. Фиников. Сидеть. Видите? Вот сумка фиников. Бесплатно. Помните, без фиников он не слушается. Вперёд! Ух ты, мистер Фикс, какие мы быстрые! Фогу! В жизни нас не догнать! Два самых быстрых верблюда и побыстрее. Да, Эйфэнди, вы пришли в верное место. Спроси о Фиксе. Фиксе? Этот человек похитил нашего друга. А, так он плохой. Неудивительно, что его ковёр разговаривал. А в какую сторону он направился? Туда. Он очень спешил в Пальмиру, землю царицы Зенобии. Мы тоже. Я помогу вам поймать этого проходимца. Вот два моих лучших верблюда. Мне подойдёт. Но, даме, приведите того белого. Но, Эйфэнди, белый дороже. Неважно. Этого хватит. Благодарю, Эйфэнди. Вперёд! Поехали! Очень мило с твоей стороны, Филлиас. Но меня совсем не волнует масть верблюда. Это не так уж и важно. Не забывай, дорогая. Вся жизнь лишь цепь. И мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения. Не обнадёживай себе паспарту. Лорд Мейз разберётся и с тобой, и с Фогом. Да! Месье Фог перехитрит лорда Мейза. Я уверен. Ты так думаешь. Впереди город Аман. Много лет назад он назывался Филадельфия. Но когда Фог наберётся сюда, его встретят не очень радушно. Как ты можешь навредить месье Фогу? Как я напугаю этих глупых крестьян. Грабители идут! Грабители идут! Спасайте Аман! Остановите бандитов на мосту! Как бы верблюд не учуял ветер с реки. Стой! Финик! Нужен финик! Скорее! На! Стой! Стой! Что случилось? Что за крики? Грабители приближаются! Не впускайте их в Аман! Защищайте мост даже ценой своей жизни! Вперёд, верблюд! Что нам делать, отец? Мы должны защитить Аман! Как сказал нам этот добрый человек! Но как, о муж мой! У нас нет оружия против грабителей! У меня есть доспехи моего деда, жена моя! Я надену их! Возможно, мой свирепый вид отпугнёт грабителей! Что это впереди, Филлиас? Там какое-то очень странное создание на мосту! Разрази меня, Гром! Это мужчина в доспехах! Похоже, он в беде! Я не могу удержать равновесие! Падаю! Бедный отец! Он не умеет плавать! Мой бедный муж! Он утонет! Нет-нет! Филлиас спасёт его! Ну вот, он в порядке! Не успел наглотаться воды! Вы так добрые, Фенди! Чем мы можем вас отблагодарить? Не стоит! Пожалуйста, сэр! Мы были бы только рады! Пожалуй, я возьму этот шлем! Конечно, берите! Спасибо вам! Шлем от доспехов? Я не понимаю, зачем вы решили взять его с собой, Филлиас! Он может пригодиться, Белинда! Этот шлем? Помни, вся жизнь лишь цепь и мелочи в ней звенья! Нельзя звену не придавать значения! Позвольте дать вам, жителям Дамаска, добрый совет! В этих краях ходят грабители! На вашем месте я запер бы ворот на засов! В Дамаске стоит великая мечеть! Неужели грабители посмеют её разрушить? Посмеют? Посмеют! Да они сравняют её с землёй! Но ещё Дамаск знаменит своими шелками! Грабители украдут наш шёлк! Украдут? И много! А оставшиеся сляжут в узлы! Вот так! А потом и вас свяжут! Закройте ворота! Пошёл, верблюд! Нужно не просто запереть город, а собрать всех жителей и выкопать ров вокруг города! Посмотри-ка, Филиас! Сколько мужчин и женщин с лопатами! И все они что-то кричат! Это стена, окружающая Дамаск! Что могло приключиться? Это ты виноват! Это ты! Кто его потерял? Где ключ? Что здесь случилось? Все жители Дамаска вышли сюда, чтобы выкопать ров вокруг города! И защитить его от грабителей! Но пока мы были здесь, подул ветер и захлопнул ворота! Мы не можем зайти! А у нас только лопаты! А ключа нет! Ни одного! Вы и есть ключ! Как это? Используйте тот же способ, который применил Александр Великий, чтобы захватить газу! Идите сюда! Копайте! Я полезу и открою ворота! И мы войдем! Хвала чужестранцу! Мы в неоплатном долгу перед тобой, чужестранец! Но позволь тебя отблагодарить! Не стоит! Для нас это честь! Быть может, отрез дамасского шелка! Ну, если так, мне нравится та мантия! Эта? Нет! Синюю, пожалуйста! Стой, верблюд! Стой! Ха! Финик! Ну, стой! Ну, вот мы и на месте! Прямо перед нами руины Пальмиры! Земля царицы Зенобии! Я пронесу тебя и поставлю на одну из этих колонн! Но ненадолго! Месье Фок спасет меня! Вот увидишь! А-а-а! Вот видишь, месье Фок уже здесь! Это не Фок! Опять местные жители! Они стоят перед входом в Пальмиру, на земле царицы Зенобии! Тогда они тебя остановят! Посмотрим, что написал лорд Мейс! Когда ты наберешься до Пальмиры, земли царицы Зенобии, местные жители помешают тебе войти! Они будут охранять руины, чтят память царицы Зенобии, которая умерла более 15 веков назад! Единственный способ пройти дождаться темноты! Твой план обречен! Месье Фок доберется сюда задолго до темноты! Помолчи! Если ты четко выполнял мои инструкции, Фикс, то сейчас небо должно потемнеть! Ха-ха-ха! Лорд Мейс выжил из ума! До темноты еще полно времени! Но я соблюдал все беспрекословно! Тогда план глупый! Как ты и лорд Мейс! О, погоди! Стой! Темнеет! Это невозможно! О, нет! Луна закрывает солнце! Ха-ха-ха! А значит, я вполне сумею проникнуть в руины и вернуться назад! Нет, я лишний раз убеждаюсь, что лорд Мейс гений! Наконец-то! Впереди земля царицы Зенобии! Руины Пальмиры! Что это? Смотри! На колонне! Это? Это? Паспарту! Бедняга! В ковре! Какой ужас! Как это жестоко! Прячься, Белинда! Местные стреляют в нас! Они охраняют священные руины, Фок! И за призраку королевы Зенобии! Экс! И тебе хватает наглости! Не надо, Филиас! Тебе не спасти, Паспарту, Фок! Эти воины будут стоять на страже, пока светит солнце! Ты сможешь проскользнуть только ночью! Но тогда, мой дорогой Филиас, тебе ни за что не догнать караван, и ты опоздаешь на пароходный Багдада! Как и планировал лорд Мейз! О, Филиас! Мой дядя победил! Теперь ты точно не объедешь мир за 80 дней! Надень это, Белинда! Синюю мантию? И это! И этот шлем? Вот ведь проклятие! Теперь садись на Белого Верблюда и быстро въезжай в Пальмиру! Я пойду следом! Глупцы! Ваш же обоих застрелят! Золотой шлем царицы Зенобии! Белый верблюд царицы Зенобии! Мантия царицы Зенобии! Мантия царицы Зенобии! Царицы Зенобии! Проклятие! Фук опять победил! Мне придется ехать в Магдад и сообщить лорду Мейзу! Пошел! Пошел, верблюд! Финики! Кончились! Пустая сумка! А этот проклятый верблюд не сдвинется с места! Кто бы мог подумать, мистер Фикс! Один маленький финик, а такая важность! Как же я не предусмотрел такую мелочь! Вся жизнь лишь цепь и мелочи в ней звенья Нельзя звену не придавать значения Кажется, я извлек урок Ха-ха-ха! Да, отличная работа, Паспарту! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Стоп Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту Филис, фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фонтов, что я... Принимаю! Весь мир за 8-10 дней Паспарту Чтоб он женился на Белинде Мейс Паспарту Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу Помешай Фого объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель Я компаньон мистера Фого Проведу любого фикса И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать с паспарту Вокруг света за 80 дней Значит так Уважаемый лорд Мейс Фогу удалось добраться до Багдада Но на этот раз у меня есть надежный план Как помешать ему Во-первых, Фог отлично играет в поло Во-вторых, персидский шайх мечтает выиграть матч И в-третьих, Фог очень хочет спать Эх, я вот-вот усну паспарту Стоя на страже во время перехода через пустыню Я не сомкнул глаз Но вы сможете отдохнуть здесь, в Багдаде Боюсь, что нет Игра еще не выиграна И как любил говорить мой любимый дядя Глаз не смыкая в часы невзгод В конце пути удача ждет Но ведь даже вам надо хотя бы иногда отдыхать Да Я собираюсь поспать на борту парохода Но сначала нам нужно приобрести и упаковать несколько вещей Чем могу помочь, господин? Мы возьмем этот колокольчик И этот погромче И еще третий, он еще больше и громче Хорошо, сэр Три колокола Еще один топор Один топор И эту веревку Ну и ну Сколько всего, чтобы только отправиться в плавание по реке Тигр Для первого этапа моего плана, лорд Мейс Я должен заставить Фога отправиться в Исфахан Где персидский шах устраивает свой матч в поло Нужно подстроить какое-нибудь происшествие на проходе Которым поплывет Фог Историческая река Тигр Некоторые полагают, что это колыбель цивилизации Месье, а почему бы вам еще не вздремнуть? Мы будем плыть до пункта нашего назначения много-много часов Хорошая идея Побудь на палубе, если что, разбуди меня Но что может случиться, месье? Здесь мы в безопасности Я все проверил, месье Фикса нет на борту Он хитрый тип, этот Фикс Ха-ха! Я ему устрою, если он попытается что-нибудь провернуть Меня ему не обмануть Идите вздремните Отличная работа Ну и ну, мы сейчас врежемся в берег Мы не можем повернуть Мы разобьемся! Разобьемся! Что случилось? Что такое? Беда! Что? Что такое? Как же теперь быть? Мы пропали! Боже мой! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Вероятно! Что же нам делать? Следующий пароход только через неделю Мы же не можем ждать так долго! Мы пойдем пешком Пешком? Куда? В город Исфахан Древнюю столицу Персии Я уверен, там мы найдем подходящий транспорт Но, месье, вам же надо хотя бы немного поспать На это нет времени, паспарту Но как же вы не заснете? Буду повторять слова моего дорогого дяди Глаз не смыкай в часы невзгод В конце пути удача ждет Да, месье Что ж, мистер Фикс Вот мы и на месте И Фог скоро будет здесь Когда Фог доберется сюда и сыграет в поло за Шаха То проиграет И тогда Шах посадит его в темницу и выбросит ключ Почему, мистер Фикс? Зачем Шаху просить Фога сыграть за него в поло? Да Потому что мистер Фикс ему посоветует с вами Свенгали Хе-хе-хе Подходите, дамы и господа Я великий предсказатель с вами Свенгали Я знаю все, вижу все, говорю все Мой знаменитый шар покажет будущее всем Кто этого пожелает Между прочим Что ты видишь Ааа, м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-да Да, хорошая новость. Завтра взойдет солнце. Но это знают все. Да, это не предсказание. Подождите, я вижу еще. О, да, шар показывает, я вижу. Сегодня ночью взойдет луна. А что скажете? Ну и что такого? Это все знают. Да. Липа, липа. Большое в кашле. Стойте, стойте. Боюсь, придется постараться получше, мистер Фикс. Они совсем не поверили в предсказание о луне. Но это навело меня на мысль. Кто поет при луне, мистер Фикс? Соловьи. А местные жители никого не любят так сильно, как соловьев, мистер Фикс. Ну и что? Что-что. Мы подарим им соловьев, мистер Фикс. Гениально, мистер Фикс. Так вот, Хаджи-баба, что я тебе предлагаю. Я куплю у тебя всех соловьев, если ты сделаешь все так, как я тебе велю. Договорились? Так, так, подходите, подходите. Великий с вами Свенгали сделает важное предсказание. Все любят соловьев, верно? Верно. А этот кристальный шар, который знает все, видит все и говорит все, открыл эту истину мне. Но это всем известно. Все жители из Фахана любят соловьев. У них самый прекрасный голос на свете. Правильно. Но это не все, что показал шар. Я вижу сотни соловьев в будущем. Да, четко и ясно. Сотни соловьев летят к нам сюда. Я сказал, сотни соловьев. Соловьев, соловьи, соловьи, соловьи. Смотрите, смотрите, он прав. Предсказание сбылось. Ловите, ловите. Ловите, быстрее. Смотрите, месье, какая высокая скала. Это тупик. В ней точно нет прохода. Значит, нам придется взбираться. Взбираться на скалу? Но это опасно, месье. Мы не подготовлены. Канат по спорту. Я заберусь первым. И подниму тебя. А что, если он заснет? Вот. Канат по спорту. Тащите, месье, тащите. Боже мой, я падаю. Ну же, месье Фок, поднимайте. Я падаю. Глаз не смыкай, в часы невзгод. В конце пути удача ждет. Надо же, он заснул. О, что же мне делать? Колокола. Ну, конечно, месье Фок, наверное, для этого их и купил. А-а-а! Вот один. Да. О, боже. Отличная работа, мистер Фикс. Сам Микеланджело не справился бы лучше. Эй, Хаджибаба, ты бери за этот конец, а я за тот. И понесли. Теперь ты понял, что от тебя требуется. Хорошо. Поверьте, достопочтенные жители, с вами свингали никогда не ошибаются. Я предсказал восход солнца и луны, прилет стаи соловьев, и все предсказания сбылись. Что вы на это скажете? Это так? Так, так. Да, так. Он знает будущее. Слушайте, с вами. Я вижу новую картинку в шаре. Она становится четче. Теперь я вижу звезду. Это падающая звезда. Я сказал, звезда должна упасть. Звезда! Чудо! Поразительно! Он никогда не ошибается. Потрясающе. Нужно рассказать о нем Шахул Сулейману. Я думал, он уже никогда этого не скажет. Надо же, мост сломан! Кто-то его разрушил. Это проделки Фикса! Проделки Фикса! Возможно. Но как нам быть, месье? Все равно придется перейти. Но ведь остались одни веревки и вот этот канат. Я знаю. Пожалуйста, достань из сумки топор, паспорту. Неужели вы хотите перерубить канат? Нет. Я срублю это дерево. Ага! Вы хотите построить мост? Нет. Я сделаю балансировочный шест, как у канатоходцев. И перенесу тебя на плечах. Ясно! Как у канатоходцев? Вы что, вы сами это сделаете? Боже мой! А вдруг он снова уснет? Почему мы остановились? Уже пришли? Ой, 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 мисси Фок! Вы спите! Мы начинаем падать! Где же этот колокол? Где он? Да где же он? Да вот же он! Ну и ну! Не помогает! Надо попробовать тот, что побольше! Я спасен! Конечно, мальчик мой! Впереди ровная дорога! Больше никаких неприятностей! Дорогу его королевскому величеству Шаху! Шах! 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 А этот с вами, о котором мне говорили? Это я, ваше величество! Я с вами, Свенгалия, ваш покорный слуга! Мне сказали, ты сделал много удивительных предсказаний! Я тоже хочу послушать тебя! С удовольствием, ваше величество! Я вижу, вижу матч в полу! Да, точно, матч в полу! Я вижу, что ваша команда выигрывает! Выигрывает у какой-то синей команды! Что за вздор! Мы никогда не выигрываем! Видишь тот колокол победы? Этот колокол не звонил уже 50 лет! У нас нет игроков, способных противостоять синей команде! Ваше величество, скоро будут! Я смотрю в шар и вижу, что к вашему городу приближается один из лучших игроков в полу в мире! Кто? Кто? Его зовут... зовут... Филос Фок! Вы победите, если возьмете его в команду! Где он этот Фок? Сейчас он должен быть на границе вашего города! Пошлите за ним и отправьте вызов в синей команде! Это будет великий день для моего народа! Смотрите, месье, кто-то идет! Филос Фок? Я Филос Фок! Приветствую вас от имени персидского шаха! Мы проводим вас во дворец! Боже! Как любезно с его стороны! Его величество слышал, что вы один из лучших игроков пола! Да? Оу, ну я... Это правда! Никто не сможет справиться с месье Фоком! Он известен во всей Англии! Прекрасно! Наш шах будет доволен! Он как раз устраивает матч, и вы сыграете за его команду! Но у нас нет времени на игры! Нам нужно обогнуть мир за 80 дней, чтобы Фок мог жениться на Белинде Мэйс! Он поступит, как велит шах! Но если Фок выиграет, шах сделает все, чтобы вы пересекли персию самым быстрым из всех возможных способов! А если он не выиграет? Об этом лучше не думать! Если он проиграет, шах будет в ярости! А когда он в ярости, я боюсь представить, на что он способен! Ну и ну! Как же быть, месье? Вы не можете играть в пола! Вы ведь вот-вот заснете! О, эм... У нас нет выбора! А скажите шаху, что я буду играть за его команду! И выиграете? И выиграю! Ну и ну! Вы можете гордиться, мистер Фок! Это одно из величайших полей для игры в поло! Большое из давней истории! Вон там королевская ложа, из которой правители Персии наблюдают за игрой вот уже 300 лет! Шах сейчас там! Посмотрите, вон он! Да начнется игра! Готовы, мистер Фок! Мистер Фок! Он заснул! Боже мой! Месье Фок, проснитесь! Проснитесь! О, что же мне делать? Последний колокол! Последний колокол! Боже мой! Боже мой! Шах! Боже мой! Я желаю! Победитель! Боже мой! Боже мой! Мистер Фикс, Фок такой сонный, что ни за что не сможет выиграть. И тогда Ша хочет разозлиться и, конечно же, бросит Фога в темницу. Глаз не смыкает, часы невзгод, в конце пути удача ждет. Я не слышу, не слышу колокола, нужно найти другой погромче. Где же мне его найти? Вот он! Ура, наконец-то, да! Да, отлично! Ура! Сдорово, вышли, ребята, пошлите! Погода, погода, погода! Молодцы! Да, сделали это! Итак, Филис Фок, благодарность за эту великую победу. Я дам вам самую быструю повозку во всем моем королевстве, чтобы вы мигом домчались до нашей дальней-дальней границы. Я уверен, теперь вы сумеете наверстать потерянное время. Спасибо, Ваше Величество. Мы очень вам благодарны. Это наверняка была проделка Фикса. Да, месье Фок? Месье Фок? Держите этого с вами. Он нужен мне. Я сделаю его своим придворным предсказателем. Нет, 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 вы понимаете, да... Глаз не смыкай, среди невзгод, в конце пути удача ждет. Отличная работа. Паспорту. Автор сценария Чет Столл. Композитор Джон Сэнкстер. Режиссер Лейв Грэм. Продюсер Уолтер Джей Хакер. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ДНТ в 2005 году. Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту. Филис, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю. Весь мир за 80 дней. К паспорту. Чтоб Фок женился на билинге Мейс. К паспорту. Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашим услугам. Помешай Фого объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть в пари. Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть. Весь мир объехать К паспорту. О, Филис, будь осторожен. Дядя посылает этого негодяя Фикса, Чтобы помешать вам. Не волнуйтесь, мадемуазель. Я компаньон мистера Фога. Проведу любого Фикса. И сложно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть. Весь мир объехать К паспорту. Вокруг света за 80 дней. Что ж, паспорту, нам пора на поезд до Нью-Дели. Я почти собрал вещи, месье. Нам понадобится что-то еще? Думаю, нам надо приобрести Два самых больших увеличительных стекла, Два стебля тростника, веревку и клей. Два увеличительных стекла, Два стебля, веревку и клей. Месье, зачем нам эти вещи? О, неважно, куплю и поехали. Дорога должна быть приятной, Потому что месье Фикс все еще в испахане, И нам он не помешает. Они думают, что вы еще в испахане, мистер Фикс. Но они ошибаются, мистер Фикс. Я уже здесь, на той самой железной дороге, Которой они поедут. У вас есть план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? И в жизни не добраться до Нью-Дели. Ничего, ничего, я покажу этому фогу. Чудесная страна, Индия. Полное великолепия и загадок. Сильно отличается от Лондона. Да, до Лондона еще далеко. Около шести тысяч километров. Так, так, что там происходит? О-о-о. Да, так, слон. Смотрите, да. Ничего себе. Ха-ха-ха. Посмотрите. Удар. Ха-ха-ха. Какая жестокость. Прекратите немедленно. Чем провинилась эта животная? Вам всем должно быть стыдно. Но сагиб. Это Киони. Самый глупый слон в Индии. На все натыкается. Ходит криво. Безнадон, глупый. Да бесполезный. С жестокому обращению нет оправданий. И, по-моему, он совсем не глупый. Но смотрите, месье Фок, он даже не замечает мои руки. Думаю, всему виной глаза. У бедняги плохое зрение. Ха-ха-ха. Это даже хуже. Какой толк от слона, который не видит? Бесполезное глупое животное. Мы могли бы помочь этому слону по спорту. Но нам ведь некогда, месье. Мы опаздываем на поезд. Нам самим нужна помощь. Запомни, мальчик мой. Природу бережно и чутко охраняй. И соберешь богатый урожай. Как можно помочь глупому слону, который не видит дальше собственного хобота? Так же, как помогают близоруким людям. Мы сделаем ему очки. Очки? Ха-ха-ха. О-о-о-о. Очки, месье Фок, для слона. Саквояж по спорту. Ну, конечно, увеличительные стекла. Стокла! Свяжем два ствола вместе. Потом приклеим с одной стороны и с другой. И вот, прошу, слоновьи очки. Что скажешь? Поразительно, месье! Ну что, Кионе, давай примерим. Вот так. Как тебе? Прекрасно, подошли. А теперь паспорту. Поспешим на поезд. Смотрите, месье! Стой! Стой! Я променяю тебя! Отлично, Кионе. Но мы очень спешим на поезд. Прощай, Кионе. Месье, по-моему, нас кто-то преследует. Так. Ну-ну. Это Кионе. Нет, Кионе, иди домой. Кионе. Просто великолепно. Нам предстоит очень приятная поездка по спорту. Мы столько всего увидим. Да! И посмотрите, что я вижу прямо сейчас. Он весьма настырный. Но мы не можем взять в путешествие слона. Нет, Кионе. Нет. Иди домой. Иди домой, Кионе. Прощай, Кионе. Прощай! Гениальная идея, мистер Фикс. Согласен, мистер Фикс. Поезд не сможет ехать по смазанным жирам рельсам. Съедет вниз под уклон, мистер Фикс. Рельсы будут сидеть несколько дней, мистер Фикс. И Фок опоздает на пересадку в Дели. Я проучу этого Фога. Ну вот, отличная работа, мистер Фикс. Скользко! Проклятие, вот и они. Посмотрим, как мистеру Филиосу Фогу понравится эта часть пути. Странно. Кажется, мы стоим на месте. Нет, нет! Двигатель работает! Месье, прислушайтесь! Но мы не движемся. Пойду поговорю с машинистом. Не знаю, сэр. Мы не можем продвинуться вперед. Думаю, рельсы смазали жиром. Они едут задом наперед. Задом наперед. Проделки Фикса! Проделки Фикса! Что же делать, месье Фок? Мы опоздаем на пересадку. Как нам быть? Ну и ну, это Киони! Здорово! Проклятие! Слон! Некчемное животное, я тебе покажу. Сорвал мои планы. Ты у меня получишь! Получишь! Теперь ты рад, что мы помогли Кионе. Помни, природу бережно и чутко охраняй, и соберешь богатый урожай. Ну и что ты сидишь без дела? Сделай что-нибудь! У меня есть план. Видите, этот вид впереди? Да. Что, если при подъеме на эту гору вагон отцепится от паровозика? А без паровозика вагон и сразу скатится вниз. Без паровоза вагон и скатится вниз. Быстрее отцепляй его! Месье Фок, кажется, мы опять остановились. Да-да, похоже, ты прав. Интересно, что... Боже мой, мы потеряли паровоз! Проделки фикса, проделки фикса! Назад! Все пропало! Нам не выбраться отсюда, месье! Еще есть шанс. Смотри туда. Боже мой, мы не остановимся! Надо держаться! Держитесь! Держитесь! Но почему мы идем через джунгли, а не по железнодорожным рельсам? Кио не знает местность. Кио не знает местность. Мы снова на рельсах! Ура! Ура! Спасибо! Здорово! Ура! Вперед! Проклятый слон! Могу представить, как Фок дровоучительно повторяет. Видишь, паспарту? Природу бережно и чутко охраняй, и соберешь богатый урожай. Но ничего, слон им больше не будет помогать. У меня есть новый план. После следующей остановки я высажусь и устрою этому Фоку. Фок дровоучительно повторяет. 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 Я посмотрел, и могу точно сказать, что фикса в нашем поезде нет. Отличная работа, Паспарту. Теперь мы можем расслабиться и насладиться путешествием, месье Фоук. Нам не о чем больше волноваться. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Проделки фикса. На этот раз у него получилось. Нам ни за что не выбраться отсюда. А мост нельзя починить? О нет, сэр, не получится. Чтобы починить его, нужно много сильных мужчин. А чтобы привезти бригаду из Карачи, потребуется неделя, не меньше. Неделя? Мы не можем ждать неделю. Нам нужно обогнуть землю за 80 дней, чтобы Фоук мог жениться на Белинде Мейтера. Подождите, успокойтесь, крики бесполезны. Возможно, тут рядом есть люди, которые помогут восстановить мост. А мы найдем помощников? Я уверен, что мы обязательно найдем помощников. Пойдем по спорту. Прекрасно! Ну, попробуйте найти помощников. Будет здорово! Больше! Послушайте эти глупцов, мистер Фикс. Они верят, что Фоук найдет помощников посреди джунглей. Есть хоть какие-то шансы, что Фоук найдет помощь? Шансы? Если Фоук найдет помощников для починки моста, я съем свою шляпу, мистер Фикс. Вы правда надеетесь найти помощь, месье? Да, если мои расчеты верны. Вот и он! Каменный город Удипур. Ну и ну! Он как будто из сказки. Все эти виллы и дворцы из розового и белого мрамора. Здесь индийские принцы и принцессы проводили лето. В Удипуре царит вечный праздник. Люди здесь счастливы. Поют и танцуют дни напролет. Но этот человек в лодке не выглядит счастливым. Да, я тоже заметил. Наверное, съел что-то не то. Вот мы и на месте. Теперь нужно попытаться найти помощников для ремонта моста. Извините, месье, вы не могли бы... Вы не поможете, сэр. Мы... Извините, сэр. Мы пытаемся... Ну и ну! Никто не замечает нас. Они просто проходят мимо и все такие грустные. Я не таким представлял себе Удипур. Что-то случилось. Но что, месье? Стойте, юноша. Что здесь случилось? Почему все такие грустные? И почему не отвечают нам? Все грустные, потому что Раджа не будет раздавать золото в этом году, садик. Какое золото? Каждый год Раджа раздает золотые монеты своим верноподданным. Но в этом году церемонии не будет. Поэтому люди очень расстроены и не могут думать ни о чем другом. Но в чем дело? Почему он не раздает деньги в этом году? Я не знаю, садик. Тогда мы пойдем к Радже и выясним. Поэтому нам нужны люди, ваше величество. Но они не хотят с нами разговаривать. Я знаю, знаю. Они слишком расстроены. Думают только о золоте. Почему вы не раздаете золото в этом году, месье? Это печальная история. По нашему обычаю, в мой день рождения меня всегда взвешивают. Я встаю на одну чашу весов, а на другую кладут золотые монеты. Когда чаши уравновешиваются, все это золото народу раздает королевский слон. Это красивейшее действо. Слон украшен шелками и драгоценностями, а я восседаю на его спине. Слон медленно шествует через толпу, достает монеты и разбрасывает монеты людям. Это очень веселая церемония. Но что в этом году? Почему золото не будут раздавать? Королевский слон неожиданно заболел и умер. Это было очень грустно. А нет слона? Нет золота. Таков многовековой обычай. Но почему вы не купите другого слона? Ого! Мы пытались. Но ни один слон не подходит для звания королевского слона. У вас что, все слоны недостаточно большие? О нет, дело не в этом. Больших слонов много. Значит, нет достаточно сильных, мускулистых слонов? Нет-нет-нет. Сильных слонов много. Тогда в чем дело? Интеллект. Посмотрите на эту картинку с последним королевским слоном. Вы когда-нибудь видели столь умного слона? Да, Раджа. Я думаю, видели. Месье, вы думаете, а? Вот именно. Киони. Но где нам его найти, месье? Великий глаз пророка. Слон в очках. Умнейший из всех слонов, что я видел. Он подойдет идеально. А мои люди помогут вам починить мост. Киони. Да здравствуй, Киони. Киони, да здравствуй, Киони. Настоящий королевский слон. Это же Киони. Послушайте, как они приветствуют Киони, месье. Киони. Они едут. Они нашли. Они нашли. Они едут. А я не отстал. Мы поедем дальше. Да. Да, они починят мост. Здорово. Угощайтесь, мистер Фикс. Не желаете ли посолить? Большое спасибо, мистер Фикс. Да, месье, Киони научил меня истине, о которой вы говорили. Природу бережно и чутко охраняй, и соберешь богатый урожай. Отличная работа, Паспарту. Да. Весь мир за 8-10 дней. Автор сценария Чет Стоп. Композитор Джон Сэнкстер. Режиссер Лейв Грэм. Продюсер Уолтер Джей Хакер. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году. Им нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть, Письми объехать С паспорту. Филис, фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем. Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю. Весь мир за 8-10 дней. С паспорту. Чтоб Фолк женился на Белинде Мейс. С паспорту. Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашим услугам. Помешай Фобу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть в пари. Нужно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть. Весь мир объехать С паспорту. О, Филис, будь осторожен. Дядя посылает этого негодяя Фикса, Чтобы помешать вам. Не волнуйтесь, мадемуазель. Я компаньон мистера Фога. Проведу любого Фикса. И сложно вовремя успеть Проделки Фикса разглядеть. Весь мир объехать С паспорту. Вокруг света за 80 дней. Я думаю, паспорту нам очень повезло, что удалось взять лодку. Иначе мы бы застряли в Шанхае еще дней на 10. Мы опоздали на пароход только из-за проделок воришки Фикса. В конце концов, это дорого ему стоило. Поверь, мальчик мой, честность – лучшая политика. Надеюсь на это, месье. Не только Фогу дают лодки на прокат. Не так ли, мистер Фикс? Нет, но есть и более приятные способы путешествовать, мистер Фикс. Довольно жалоб, мистер Фикс. Главное – не терять Фога из виду. И держаться у него на хвосте. Я разделаюсь с этим Фогом. Смотрите туда, месье Фог. Какая большая черная туча. Надеюсь, мы не попадем в шторм. Я тоже надеюсь. Штормы в Южно-Китайском море очень опасные. Они называются тайфунами. Скорость ветра иногда достигает 300 километров в час. Ну и ну! Надеюсь, этот не такой. Иначе нашу лодку просто сдует с поверхности воды. Боюсь, это все-таки шторм, мой мальчик. Остается убрать парус и надеяться на лучшее. Боже мой! Что же теперь с нами будет? Боже мой! Похоже на конец света, а я в его эпицентре. Помогите! Держись, мой мальчик. Не теряй мужества. Но нас смоет водой, месье! На меня накатывают огромные волны. Кругом вода. Мистер Фикс, попрощайтесь с жизнью. Что происходит, месье? Мы крутимся волчком! Это тайфун! Мы попали в самый центр тайфуна! Это же Филиас Фок! Надо же, по воздуху летит! Он... Постойте! Что происходит? Я начинаю вращаться! Я попал в тайфуна! На помощь! Это невероятно, месье! Ведь мы летим по воздуху! Куда же мы теперь попадем? В Китай, мальчик мой! Держись! Нам придется не сладко! О, нет! Мистер Фикс, не смотрите! Не смотрите, говорю вам! О, нет! Вы посмотрели! Мы летим по воздуху, мистер Фикс! Мы летим в Китай! О, почему я не слушался, мамочку! Где вы, когда вы мне так нужны, лорд Мэйс? Мы разобьемся! Мы разобьемся, месье! Мы разобьемся вдребезги! Паспарту! Где ты? Здесь, месье! Я на дереве! Держись, мальчик! Я тебя сниму! Не паникуй! После того, что случилось, месье, я паниковать не буду! Я уже не надеялся, что мы выживем, но... Мы живы! Я вижу вдалеке великую китайскую стену! А внизу, внизу! Кажется, мы тут не одни, месье Фок! Добро пожаловать в наши скромные владения, сэр! Я Линк-Линк, ваш покорный слуга! А это моя семья, все триста человек! Это большая честь для нас, что Тайфун сбросил вас прямо сюда! Я Филиас Фок, а это мой компаньон-паспарту! Скажите, в чем дело? Почему эти женщины плачут? Боюсь, они заметили, что ваша лодка сломала нашу повозку! Понимаю! Передайте им, что мы оплатим новую повозку, как только сможем слезть отсюда! О, спасибо! Но, боюсь, времени искать новую повозку у нас нет! Боюсь, я вас не понимаю! Это длинная история, господин! Я поведаю ее вам, когда мы окажемся лицом к лицу! Хорошая мысль! Ну, что вы там говорили? Мы гончары, почтенные господа! Мы делаем фарфоровые изделия, тарелки, чашки, блюдца, чайники! Сегодня мы собирались отвезти целую повозку нашего фарфора в ближайший порт и продать его на большой клипер! Но теперь повозки нет! Это мы во всем виноваты! Наша лодка разбила вашу повозку! Надо что-то делать! Но у нас нет времени, месье! Похоже, мы целы и невредимы, мистер Фикс! Так, так-так-так, это великая китайская стена там вдалеке! А значит, нас отнесло на многие мили от курса! Посмотрим, как Филиас Фок будет выбираться отсюда, чтобы не выбиться из графика! Ой! О! Любопытно! Почему вокруг Фога собралось столько народа? А? Надо послушать, мистер Фикс! А вы не можете немного подождать и продать свой товар другому кораблю? Вон приближается человек, который ответит на ваш вопрос! Это мистер Санчинг! Самый могущественный человек в нашей провинции! И один из самых злых! Приветствую, мистер Линк! Вы приготовили деньги, которые пойдут мне на налоги! Я пришел забрать их! Если вы не заплатите мне эти деньги сегодня, я заберу вашу землю! Я уже говорил вам, мистер Сен! Я отдам вам деньги, когда продам наш фарфор в морском порту! Конечно! Но вы должны доставить свой товар на Клиппер вовремя! А я вижу, что у вас нет повозки! Я найду способ! Да уж, постарайтесь! Я очень скоро вернусь за вашими деньгами! Или вашей землей! Ну вот, теперь все потеряно! Нет, мы найдем способ вам помочь! Но нас и так отнесло очень далеко от курса, месье! У нас нет времени решать проблемы этих людей! Мы сломали их повозку-паспорту, поэтому мы обязаны им помочь! Всегда нужно отдавать долги! Честность – это лучшая политика! Мудрые слова, господин! Но я боюсь, нам ничем не поможешь! Ведь нет способа доставить фарфор в морской порт вовремя! Он есть, если ехать напрямик! Напрямик! На прямик? Да, поверх Великой Китайской Стены! Но стена – как гигантский трек для роликов, месье! Какое транспортное средство нужно для такой дороги? Очень необычное средство! Мы сделаем его из этих обломков! Полуповозка, полулодка! Пойдемте со мной! Я покажу, что задумал! Чего ты хочешь, англичанин? Я не трачу понапрасну время на глупцов и собак! Если я помешаю Лингу доставить фарфор в морской порт вовремя, это будет напрасной тратой времени! Кто-то об этом уже позабочился! У него нет повозки! Скоро у него будет новый транспорт! Но я могу ему помешать! Воспользовавшись точно таким же! Наполовину повозкой, наполовину лодкой! И если вы мне не поможете, не получите землю, Линга! Хм... Ты заинтересовал меня, англичанин! Хм... Я так и думал! Но сначала кто-то должен подкрасться к фогу и узнать, как устроена его секретная машина! Как видите, мистер Линк, эти колеса и руль вполне подойдут. А опустив мачту и убрав парус, мы заставим повозку двигаться быстрее. И в туннель она легко проедет! О, да! А ваш покорный слуга восхищен вами! Значит, мы готовы! Если ваша почтенная семья слегка подтолкнет нас, мистер Линк, думаю, нам это очень поможет. О, конечно! У фога есть фора, мистер Сен! Но поскольку мы выкрали его секреты и установили на лодку колеса, избавились от мачты и паруса, я без особых проблем смогу вырваться вперед. Тем более с ракетами, которые вы мне дали. Ты должен опередить его, чтобы остановить их машину и помешать им попасть в порт вовремя. Я правильно говорю? Правильно. А сделать этого ты не сможешь, если не справишься с управлением или взорвешься. Я правильно говорю? Правильно. Смотри и обращайся с этими ракетами осторожно. Поджигай только по одной. Они крайне опасны. Запомни, только по одной. Понятно? Конечно, мистер Сен. Можете поверить старине Фиксу. Даю вам слово. Я буду поджигать ракеты только по одной. Очень хорошо. Да, Паспарту. Великая китайская стена – самое большое сооружение в истории человечества. Ширина ее – почти шесть метров. А высота составляет около десяти метров. Ну и ну! Ее строили, наверное, очень долго. Конечно, долго. Сотни тысяч людей отдали жизни на ее строительство. Она тянется через горы и долины. И на ней расположено больше двадцати пяти тысяч вот таких вот смотровых башен. А для чего она, эта стена? Теперь уже не для чего. Но две тысячи лет назад император велел построить ее для защиты от врагов. Ха-ха-ха! Надеюсь, она защитит нас от месье Фикса! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Ну и ну! Вы видели, что сделал Фикс, месье Фок! Он украл ваши секреты и построил такую же повозку без мачты и без паруса! Да, мой мальчик. Но замечу, что он выбросил мачту и парус вместо того, чтобы оставить их на борту. Он об этом еще пожалеет. Вы видели, как они удивились, мистер Фикс? Ха-ха-ха! А ведь веселье только начинается! Боюсь, впереди нас ждут неприятности, мистер Фок. Какие неприятности, мистер Линк? Смотрите, месье, впереди река! И через нее нет моста! Посмотрите на Фикса! Он летит в космос! А! Нос задрался! Я не хочу летать! Теперь ты видишь, что воровство принесло Фиксу одни неприятности. Расправь парус! Вы хотите сказать поднять парус? Нет, расправь его, как крыло. Мы попробуем спланировать через реку, как птицы. Ну и ну! Вот это да! Ну вот мы и летим! Честность! Лучшая политика! Эх! Они опять вырвались вперед, мистер Фикс! Берегитесь, мистер Фикс! Вы установили две ракеты вместо одной. Вспомните, что сказал мистер Сен! Поджигать только по одной! Это было до того, как я упал в реку! Мне нужно наверстывать упущенное время! Но вы же дали слово, мистер Фикс! Прости за дым, Фок! Но я человек с двумя ракетами! Отлично, мистер Фикс! Все пройдет, как по маслу! Я сброшу этот камень и загрожу въезд в туннель! Когда Фок сюда доберется, у него будет чем заняться! Смотри, Вова, паспорту! Я уверен, что мистер Фикс готовит нам новую пакость! Меня он не одурачит, месье! Ага! Я вижу! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Что там такое? Фикс перегородил проезд через следующую башню Огромным обломком камня! Ну и ну! Что нам делать? Насквозь не проехать, а обогнуть нельзя! Значит, придется перескочить! А это возможно? Как это сделать? Как на ходулях! А вместо них мы возьмем мачту и рулевое весло! Теперь главное рассчитать время! Вы готовы одновременно оттолкнуться по моей команде? Хорошая работа, мистер Фикс! У них уйдет неделя на то, чтобы сдвинуть камень! Я их остановил! Насквозь им не проехать, а обогнуть тоже не получится! Ха-ха-ха-ха-ха! И уж тем более не перескочить! Ха-ха-ха-ха-ха! Отдыхайте, мистер Фикс! Пора! Ну, черт возьми! Это они! Это ж надо, мистер Фикс! Я разделаюсь с этим слагом! Ну и ну! Я вижу, что впереди стена кончается! Боюсь, это еще одна река! Она гораздо шире предыдущей! О, нет! Мы не можем спланировать через реку, месье Фок! И не надо, мальчик мой! Порт уже близко! Мы легко доплывем туда! Держитесь крепче! Так, друзья, поднимайте парус! Готов поклясться, мы будем в порту на борту Клиппера раньше, чем мистер Фикс успеет понять, что произошло! Осторожней, мистер Фикс! Мистер Сэн сказал только по одной ракете! Ему легко было говорить! Ему не приходилось догонять Фога! А мне... Но ракет слишком много, мистер Фикс! А вы дали ему честное слово! Пожалуй, он может вернуть его мне при встрече, мистер Фикс! А сейчас настало время принимать экстренные меры! И я разделаюсь с этим Фогом! Хе-хе-хе! Вот, мистер Линк, деньги за ваш фарфор! Я рад, что вы прибыли вовремя! Мистер Фок, вы можете доехать с нами до Якогамы? А там мы сразу же пересадим вас на корабль, отплывающий в Сан-Франциско! Ну и ну, месье Фок, вы слышали это? Мы вернемся к графику и объедем мир за 80 дней! Вы снова оказались правы! Честность! Лучшая политика! Капитан! Капитан! В гавани появилось очень странное судно! Я никогда такого раньше не видел! Помогите! Не надо было этого делать, мистер Фикс! Не надо было нарушать слово чести и поджигать больше одной ракеты одновременно! А-а-а! Это правда, честность лучшая политика! Отличная работа, Паспарту! Да! Автор сценария Чет Стоп, композитор Джон Сэнкстер, режиссер Лейв Грэм, пролюсер Уолтер Джей Хакер. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году. И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть, весь мир объехать с паспарту. Филис, Фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс. Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней. Невозможно! Мы объедем! Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю! Испи за 80 дней К паспарту! Чтоб Фолк женился на Белинде Мейс К паспарту! Филис, ко мне! Да, лорд Мейс, к вашему слугу! Помешай Фобу объехать вокруг света за 80 дней. Я должен выиграть пари! И нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть, весь мир объехать с паспарту. О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя Фикса, чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадемуазель, я компаньон мистера Фога. Проведу любого фикса! И сложно вовремя успеть проделки фикса разглядеть, весь мир объехать с паспарту. Вокруг света за 80 дней. Телеграмма для почтенного фикса! Телеграмма для почтенного фикса! Телеграмма для... Я здесь, приятель! А, тогда для вас, почтенный фикс, у меня есть телеграмма! Давай сюда! Ммм, наверное, от лорда Мейса. Только он знает, что есть здесь. План остановки Фога из трех частей. Первый шаг. Укради что-нибудь маленькое, но очень ценное для японского народа. И спрячь это в саквояже Фога. Подпись Лорд Мейс. Хмм, что-нибудь маленькое, но очень ценное для японского народа. Что бы это могло быть, мистер Фикс? Ладно, посмотрим, что поделывает Фог. Тогда идея появится. Смотри паспарту. Здесь продается жемчуг. А, вас интересуют жемчужины. Тогда вы пришли по адресу. У нас очень много прекрасных жемчужин. Белые жемчужины, розовые жемчужины, даже черные жемчужины. Всех размеров, форм и цветов. Ну и ну, они прекрасные. Откуда они у вас? Конечно, из раковин устриц, юноша. Но как их добывают? Ныряльщики погружаются на дно океана и находят там устриц. Большинство ныряльщиков девушки. Правда, они прекрасны, месье Фог. Взгляните на эту, смотрите, как сверкает. Она великолепна. Давайте купим ее и отвезем мадемуазель Белинди. Отличная мысль. Покупаем. Мне очень жаль. Эта жемчужина не продается. Это самая знаменитая жемчужина в Японии. Она называется жемчужина великой ценности. Она принадлежит всему народу. В Японии все знают эту жемчужину. Они не позволят вывезти ее из страны. Тогда мы выберем другую. Ну и ну, невероятно. Жемчужина великой ценности. Совсем маленькая. А как дорога японцам. Вы слышали, мистер Фикс? Жемчужина великой ценности. Маленькая, но очень ценится японским народом. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Я разделаюсь с этим фогом. Точно по графику. Но задерживаться нельзя. Если мы, собрав саквояж, сразу пойдем на пристань и подождем корабль там, нам будет спокойней. Хорошо. Думаю, для этой поездки нам понадобится... Дай подумать. Большой молоток. Есть молоток. Длинная веревка и кувшин воды. Веревка и вода. Стамеска и ледоруб. Ледоруб? Ладно, сейчас принесу. Стамеска и ледоруб. Хорошо. Можем отправляться в путь. Вокруг света за 80 дней. Фок выйдет с минуты на минуту, мистер Фикс. Как вы положите пакет с жемчужиной в его саквояж? Почему вы не переодетесь грабителем, мистер Фикс? Скажете, что вам нужны ценности. А потом заставьте его взять пакет. Как глупо, мистер Фикс. А вот и они. При такой работе нужно разбираться в людях. А я знаю филиоса Фога. Это точно. Жаль, что у нас нет времени побродить по городу подольше, мальчик мой. Подожди паспарту. Что такое, месье? Кто-то бросил на эту дорогу бумажный пакет. Держи паспарту. А что мне с ним делать? Здесь же нет урны. Положи пока в саквояж паспарту. Выбросим позже. Запомни, награда будет высока, если в мире чистота. Ты прав, Филис Фог. Только награду получу я. А теперь заслуженный отдых. Телеграмма для почтенного Фикса. Телеграмма для... Я здесь, я Фикс. Конечно, конечно, почтенный Фикс. Вот ваша телеграмма. В этом письме вторая из трех частей план задержания Фога. Отправляйся на гору Фудзияма и построи ловушки, чтобы задержать Фога при восхождении на гору. Интересно, откуда Лорд Мэй знает, что Фог пойдет на гору Фудзияма? Ведь он же отправился на пристань. А, тут есть еще предложение. Белинда случайно подслушала, что на горе Фудзияма произойдет нечто важное. С минуты на минуту она приедет, чтобы предупредить об этом Фога. Так что поспеши на гору. Немедленно. То-то объехал вокруг света за 80 дней. Королева приглашает То-то во дворец на обед. Смотрите, месье, вон та дама, что идет к нам. Очень похожа на мадемуазель Белинду. Боже мой. Это и есть Белинда. Но разве это возможно? Офилиас, я так рада, что нашла вас. Но что вы делаете здесь? Я узнала, что мой дядя велел Фиксу сделать что-то ужасное на вершине священной горы Фудзияма, чтобы свалить всю вину на вас. Берегитесь. Ну и ну. Только не на священной горе Фудзияма. Японцы бросят нас в тюрьму на 80 лет. Поэтому мы должны подняться на вершину горы и остановить Фикса. И побыстрее. Но надо поторопиться. Если мы опоздаем на корабль, мы ни за что не объедем мир за 80 дней. Итак, мистер Фикс, есть обычай быть ноги перед восхождением на священную гору. Этот мешочек с цементиком сделает для Фога воду по-настоящему жесткой. А здесь Фок разведет огонь, чтобы обогреться на полпути к вершине. Что ж, мистер Фикс, мы задержим его с помощью нескольких правильно расположенных в трубе кирпичей. Когда они поднимутся на вершину, им будет приятно прочесть мое сообщение о том, что на корабле они опоздали. По-моему, это глупо. Зачем нам мыть ноги перед восхождением на гору? Гора Фадзияма для японцев священна по спорту. Они не хотят, чтобы ее касалось что-то нечистое. Они считают эту гору прекрасной богиней, которую берегут и почитают. Думаю, они останутся довольны нашими ногами. А теперь пойдемте, а то ну и ну... Боюсь, вода превратилась в цемент. Проделки Фикса, проделки Фикса! Что нам делать? Ты можешь дотянуться до саквояжа по спорту? Да, месье! Тогда скорее достань молоток. Ну, конечно же, мы разобьем цемент молотком! Свобода! Отлично! Мы перехитрили Фикса! Но мы должны навести здесь порядок, мальчик мой. Убрать разбитый цемент? Но куда мы его денем? В саквояж по спорту. Помни, награда будет велика, если в мире чистота. Ну, хорошо, месье Фок. Да, альпинизм утомить не же дело. Надо как следует отдохнуть. Телеграмма для почтенного Фикса! Телеграмма для почтенного Фикса! Ну, что еще? Шаг третий. Фок задержится на горе, и у тебя будет достаточно времени, чтобы сообщить японцам о похищении жемчужины великой ценности. Скажи им, что они смогут найти ее в саквояжи Фога. Когда он попытается сесть на корабль, его бросят в тюрьму. Надже, какой гениальный план! И я даже знаю, кому первому сообщить о пропаже. Эй, мистер Сухияма! Вас обокрали! Те англичане забрали жемчужину великой ценности! Я вам не верю. Господа были так вежливы. Но они действительно очень хотели купить жемчужину великой ценности. Еще бы! Сами посмотрите. Видите, ее нет. Они хотят вывезти ее из страны. Вывезти ее из страны? Японцы этого не допустят. Вы должны помешать им. Я должен им помешать. Я должен им помешать. Конечно! Звонить в полицию! Да, полицию. Полиция! 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 А куда это все подевались? Ах, да. Я совсем забыл. Все в театре Кабуки. Там сегодня большое представление актеров Кабуки. Хорошо. Пошли. Там мы сможем оповестить всех сразу. Пусть все Токио узнают о похитителях жемчужины. Вперед! О, месье, с цементом саквояж такой тяжелый. И у меня так замерзли руки. Кто бы мог подумать, что у подножья горы может быть так тепло, а на полпути к вершине так холодно. Высота Фудзиямы почти четыре тысячи метров. Это самая высокая гора Японии. Мы можем где-нибудь погреться, Филес. Конечно, моя дорогая. Затем здесь и построили эту хижину. Дрова уже приготовлены. Давайте я разожгу огонь. Труба, месье, она забита. Возьми в саквояжи кувшин воды, паспарту. Да. Проделки фикса, проделки фикса. Смотрите, месье Фок, он заложил трубу кирпичами. О, мне так холодно. Молоток и стамеску, паспарту. Прекрасно. Я разведу огонь. Все просто замечательно, Филес. Да, хорошо. Нам с тобой некогда рассиживаться, паспарту. Давай уберем битые кирпичи. Но нам некуда их положить. Саквояж, мальчик мой. Но... Помни, награда будет велика, если в мире чистота. Ну, хорошо. Остановите музыку! Остановите музыку! Что? Стойте! Тихо! Слушайте! Что? Уберите отсюда этого иностранца! Кстати, вы не поняли? Выслушайте меня! Большое ограбление! Похищена жемчужина великой ценности! Она в саквояже! Воры! Воры! Что ж, мы почти на вершине. И никаких следов Фикса. Возможно, он... Проделки Фикса! Проделки Фикса! Вы не ушиблись, дорогая? Нет. Здесь очень скользко. Смотрите, Филиас, записка. Что там написано? Я разделался с тобой, Фок. Если ты добрался до этой дыры, значит, на корабль опоздал. Подпись Фикс. Я же говорил! Проделки Фикса! Проделки Фикса! Это я виновата, что завела вас сюда. Ничего страшного. Достань-ка из саквояжа веревку, паспарту. Привяжи один конец к саквояжу, а другой брось нам. Достал! Бросаю конец веревки. Поднимайтесь первой, Белинда. Только осторожно. Помоги ей, мой мальчик. Я вылезла, Филиас. Отлично. А теперь и я. Хорошо, что вы сложили цемент и кирпичи в саквояж. А то веревка бы нас не выдержала. Награда будет велика, если в мире чистота. Но, боюсь, даже саквояж нам не поможет спуститься с горы. Мы опоздаем на корабль. Послушайте меня! Послушайте меня! Они украли вашу бесценную жемчужину великой этой стоимости! Они хотят вывезти ее из страны! Если вы мне не верите, спросите у него! Это правда. Жемчужина выставлялась у меня в магазине. Пришли англичане, и жемчужина исчезла. Вы найдете ее в саквояжи Филиаса Фога! Боже мой! Скоро отходит ваш корабль, Филис. Нам так быстро не спуститься. Мы забрались слишком высоко. Вспомните, как долго мы шли наверх. А мы не будем спускаться пешком. Глыба льда, которую выдолбил Фикс, когда делал яму, поможет нам. Мы поедем на ней. Вот так. На ней? Вот именно. Подай мне ледорубь паспарту. Фок планирует скрыться с вашей жемчужиной великой ценности! Наверное, он уже садится на корабль. Жемчужина у него в саквояжи. Готово. Готово. Мы спустимся с горы мгновенно. Ну и ну! Мы домчимся до самого подножья горы! Именно. Прошу садиться. Великолепно, Филиас! Вперед! 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 Скорее! К кораблю! Что происходит? Давайте ему идти. Да, где он? Ну-ка. Скорее. Смотрите, смотрите, сколько на пристани людей Мы в них вряжемся Нам не остановить сани, похоже, мы обречены Не обречены Подай мне конец веревки, я привяжу ее к рукоятке ледоруба А какой в этом смысл, месье? Выброси саквояж и смотри Хорошо, месье Мы тормозим Мы останавливаемся, саквояж такой тяжелый из-за кирпичей и цемента, что послужил якорем Вы были правы, Филиас Награда будет велика, если в мире чистота А вот и они, а вот и их саквояжик, а вот и... Что это? Саквояж уничтожен? От него ничего не осталось? Смотрите, одни лохмотья Что это, а? Что все это значит? Этот человек сказал, что у вас в саквояжи жемчужины великой ценности Говорю вам, она была здесь Если мистер Фикс так уверен, хотя никто ее не видел, значит он сам ее туда положил Этот человек агент моего дяди Его послали, чтобы нужно обвинить Филиаса Фока Вот оно что! Хватайте его! Хватайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы снова продолжаем путь вокруг света И у нас есть новый саквояж Я так рада, что все кончилось хорошо Даже для мистера Фикса Он понесет заслуженное наказание за все свои пакости Награда будет велика Если в мире чистота Отлично, Паспарту! Да! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Столб Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ в 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Филис, Фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фонтов, что я Принимаю! Весь мир за 8-10 дней Паспарту Чтоб он женился на Белинде Мейс Паспарту Филис, ко мне! Да! Лорд Мейс, к вашему слугам Помешай Фобу объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту О, Филис, будь осторожен! Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам! Не волнуйтесь, мадмазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспарту Вокруг света за 80 дней Ну и ну! У меня ужасная новость! Ужасная! Успокойся, паспарту Лучше присядь и позавтракай Боюсь, вы меня не поняли, месье Фог Сегодня не будет дирижанса из Сан-Франциско Мы не уедем! Смотрите, что пишут в газетах! Сегодня праздник Машинист Джонс Выезжает с Золотым Костылем На большое открытие Трансконтинентальной железной дороги Все учреждения Сан-Франциско Будут закрыты Вот видите, получается, что дирижанса не будет Мы не сможем выехать на восток И потеряем целый день В нашей гонке вокруг света Может и не потеряем Запомни Не стоит мыслить однобоко Ножи для масла не остры до срока Но что это означает? Хотя отъезд машиниста Джонса Расстроил наши планы Он может помочь нам Если позволит сесть в поезд Который повезет Костыль в Промонтари-Пойнт Промонтари-Пойнт? Именно там пройдет церемония Там вобьют золотой костыль Который соединит восточную часть железной дороги с западной А после церемонии мы продолжим путешествие по железной дороге Мы будем первыми пассажирами, которые пересекут Америку на поезде Ну и ну! Великолепно! Теперь я понимаю, что означают слова Не стоит мыслить однобоко Ножи для масла не остры до срока Пожалуй, я возьму этот нож в качестве сувенира Чтобы надолго запомнить этот день Игра еще не проиграна, мистер Фикс Это можно не сомневаться, мистер Фикс Сначала им нужно уговорить машиниста взять их вместе с золотым костылем Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Я разделаюсь с этим фогом Итак, месье, что мне положить в сумку для путешествия на поезде? Хм, дай подумать В такой поездке, думаю, нам пригодится этот сифон с содовой Хорошо, вот сифон с содовой Небольшой топор и бутылочка клея Небольшой топор и бутылочка клея Портрет разыскиваемого преступника Портрет преступника, месье? Разыскивается кровожадный Дэн Далтон Награда 50 тысяч долларов Но зачем нам это нужно? И, разумеется, нож, который ты позаимствовал в ресторане Да-да, ножей нельзя забывать А также, конечно, возьмем портрет мистера Фикса Джонс Привет! Чем могу вам помочь? Нет-нет-нет, машинист Джонс, это я могу вам помочь Я представитель международного часового клуба Вы выиграли приз за строгое соблюдение расписания Приз? Вот именно! Поездка на Додж-Сити на этой очаровательной конной повозке оплачена Вот, машинист Джонс, сто долларов вам на расходы Ни о чем не беспокойтесь, замену вам уже нашли Ну, пошла! Чудесно, мистер Фикс Теперь посмотрим, как они поедут на поезде без машиниста Смотрите, месье, у здания вокзала разъяренная толпа В чем дело? Что тут случилось? Я вам скажу, что случилось Машинист Джонс пропал Его соседи говорят, что он уехал несколько часов назад Потому что мужчина в котелке предоставил ему отпуск Проделки Фикса, проделки Фикса! О чем это он? Боюсь, вы лишились машиниста Потому что человек по имени Фикс Мешает нам попасть в промонтарь-пой Нужно найти нового машиниста! Это невозможно! Кроме Джонса нет дураков Которые согласятся ввести золотой костыль Для соединения восточной и западной железной дороги Почему? Индейцы попытаются остановить поезд А разбойники попытаются его ограбить А котел в паровозе такой старый Что может взорваться в любую минуту Поезд поведем мы Вы? Да, я квалифицированный машинист И я в ответе за то, что случилось Я буду вашим машинистом Вперед! Но месье, индейцы, разбойники, котел! Давай, давай, езжай, филосфок И селике тебя ждет путешествие Вот вам золотой костыль Доставьте его в промонтарь-пойнт Мы не подведем, месье Счастливого пути! Перейдите, котел! Перейдитесь, разбойники! Индейцы, впереди! Перейдитесь, индейцы! Счастливого! Перейдитесь, разбойники! И дальше счастливого пути! Что ж, мой мальчик Вот мы и едем на другой конец страны Месье Пок Честно говоря, я никогда не видел Настоящих индейцев Как вы думаете? Они могут попытаться остановить нас? Выслушайте меня, отважные братья Скоро здесь пройдет поезд Везущий золотой костыль Ну да, ну да И этот золотой костыль Соединит восточную железную дорогу с западной Понятно? Да, понятно Ну-ка, ну-ка Интересно Тогда сюда придет много бледнолицых людей Мужчины, женщины, дети, собаки, кошки Они наводнят ваши земли Переполнят ваши прерии Все Этот котелок Дело говорит Мы должны остановить поезд С золотым костылем Вы со мной? Да, да Мы со мной! Ну и ну! Как им удалось проложить железную дорогу Через такие горы? Это было очень сложно, мой мальчик Снежные бури, лавины Люди строили мосты Рыли туннели Шесть лет непосильного труда Но американцев ничто не остановит Смотрите, месье, там на путях Ингейцы не должны нас остановить Берегитесь, они пускают в нас стрелы Прикнись, мальчик мой Подбросим в печку еще дров Нужно поддать жару, чтобы оторваться от них Похоже, мы удаляемся от них Мы едем быстрее Лошадям не догнать паровоз Но мы можем срезать путь через колбы Железная дорога делает поворот Вперед! Смотрите, месье, они сдались Боюсь, что нет Они хотят срезать путь Видишь, впереди поворот Надо ехать быстрее Это слишком опасно Котел может взорваться Надо остановиться и договориться с ними Но, месье! Чего вы хотите? Вы везете золотой костыль Чтобы соединить путь до железного коня Мы не хотим, чтобы железный конь ходил по нашим землям Мы заберем золотой костыль и перекроем дорогу Отдайте его, или мы сами возьмем Этот голос, месье, он мне знаком Мне тоже, паспарту И я никогда не видел индейца с усами Дай мне сифон с содовой Но сифон годится только на то, чтобы делать содовую? Помни, паспарту Не стоит мыслить однобоко Ножи для масла не остры до срока То есть, получается, что сифон с содовой годится еще на что-то? Вот именно Если вам нужен золотой костыль Вождь, подойдите ближе Вождь подойдет ближе и заберет золотой костыль Все равно, что отнять конфетку у ребенка Давайте сюда этот костыль Держите Смотрите, друзья мои Этот человек не индеец Она смыла краску Этот человек обманул нас За ним! Нет! И это ошибка Помогите! Не думаю, что месье Фикс снова нас побеспокоит Я бы не был так в этом уверен, мой мальчик Юлии ноги унесли, мистер Фикс И что дальше, мистер Фикс? Если вы не помешаете Филиусу Фогу Он доберется до Промонтари-Пойнт И отдаст им золотой костыль Он соединит железную дорогу И Фог продолжит путь к восточному побережью Есть ли у вас план, мистер Фикс? У меня есть план, мистер Фикс Либо у меня голос изменился, либо... Либо тебя вот-вот ограбят, мистер Фикс Отдай нам все свое золото Или почувствуешь вкус свинца Нет-нет-нет, не трогайте меня Тогда отдавай золото У меня нет золота Тем хуже Тогда нам придется... Стойте, стойте! Я знаю, где раздобыть золото Я знаю, где можно взять без труда золото Говори, мистер Фикс Наверное, месье Фок Этот золотой костыль стоит кучу денег Значит, церемония в Промонтари-Пойнт Очень важная Ее все ждут Конечно, мальчик мой Соединенные Штаты очень большая страна И совсем недавно они разобщились Из-за гражданской войны Железная дорога из одного конца в другой Могла бы помочь объединиться Стать богатой и сильной страной И люди смогут лучше друг друга узнать Именно Бандиты, смотрите, месье Грабители Скорее, мальчик мой Подбрось дров Они нас нагоняют Поддай жару Грабители Не сдавайся, мальчик мой Мы победили, месье Еще нет, паспарту Смотри, что нас ждет впереди Огонь, огонь, месье Что нам делать? Держись крепче и закрой глаза Попробуем проскочить Получилось Мы проскочили, огонь Но впереди еще больше разбойников Скорее Займи место машиниста Но, месье Эти двое не скоро вернутся Посмотрите, что делают другие, месье Стрелка Они переводят наш поезд в тупик Тормозите, месье Или поезд сейчас сойдет с рельс Не двигайтесь Не делайте резких движений Что вам от нас нужно? Отдайте золотой костыль, который вы везете Да, золотой костыль Давайте сюда Этот человек впереди, месье Этот человек впереди, месье Это то, о ком я думаю Не сомневаюсь в этом Что нам делать? Достань из сумки портрет преступника Портрет преступника? Не понимаю, чем он может нам помочь Ты забываешь Не стоит мыслить однобоко Ножи для масла не остры до срока Значит, портрет сгодится еще на что-то Вот именно Достань портрет мистера Фикса И наклей его поверх портрета преступника Хватит языком трепать Давайте сюда золотой костыль Сейчас, сейчас Но позвольте спросить Сколько вы рассчитываете получить за этот золотой костыль? Это не ваше дело Заткнись, говорить буду я Думаю, мы получим за него не меньше тысячи А что? У вас есть возможность получить в 50 раз больше 50 тысяч долларов? Как много? Как же? Взгляните на это Разыскивается Подождите-ка, я... Заткнись Дайте посмотреть Разыскивается кровожадный Дэн Далтон Награда 50 тысяч долларов Это он! Это кровожадный Дэн Далтон! За него назначена награда в 50 тысяч долларов 50 тысяч долларов? Нет-нет-нет, это ложь! А ну, хватайте его! Это очень хитрый ход, месье Фок Вы спасли золотой костыль Но мы еще не добрались до промонтари-поинта, мой мальчик Давай, надо вернуть поезд на главный путь Динамит, мистер Фейкс Надеюсь, он распугает этих мошенников Уходим отсюда! Он бросает динамит! Это и кое-чему научило, а, мистер Фикс? Одна шашка взрывчатки, они перестают задавать так много вопросов Хм... Есть идея, мистер Фикс Есть идея! Есть идея! Я разделаюсь с этим фоком! Взгляните по форме, вылитый костыль Теперь немного золотой красочки И опа! Золотой костыльчик Ха-ха! Отлично, мистер Фикс! Ну и ну! Железная дорога проходит из одного конца Соединенных Штатов в другой Просто невероятно! Очень большая страна! В самом деле, мальчик мой Более пяти миллионов квадратных километров с земли Мистер Фикс скатится, как он с горы И остановит поезд Фога А затем осуществит свой новый план Гениально! Ха-ха! Странный звук, месье Наверное, это гром Мы попадем в грозу Вряд ли это гром по спорту Звук становится все громче Что же это тогда такое? Камень, месье Гигантский камень И сейчас он свалится на пути Остановите поезд! Ну и ну! Он чуть было не раздавил нас Дыши глубже, приятель Поднимите руки повыше Над головой, пожалуйста Проделки Фикса, проделки Фикса! Зачем вы забираете золотой костыль? О, я же не Филлис Фог Держите Можете оставить себе костыль А я возьму только коробочку Зачем вы это делаете? У меня есть собственный золотой костыль Вот он Чудесная шашечка динамита Выкрашенная под золото Вы доставите ее на церемонию? Таков план Когда по ней ударят молоточком Чтобы соединить пути Бум! И никакого соединения Между западной железной дорогой И восточной не будет И мне не придется бояться того, что Филлис Фог объедет мир за 80 дней На карту поставлено гораздо больше фикс Церемония в Промонтари Пойнт важна для всей страны Это их проблемы А теперь, если не возражаете Я заберу оставшиеся у вас дрова Чтобы не опасаться, что вы меня догоните Что нам делать, месье? Скорей Надо сначала убрать с путей камень Даже если убрать камень Поблизости нет деревьев, месье Фог Нам негде раздобыть топливо Не стоит мыслить однобока Ножи для масла не острыть до срока Взгляни на деревянный вагон позади паровоза Думаете, мы можем его использовать? Именно Достань топор из сумки и начинай его рубить Конечно, месье Фикс еще не победил нас Осторожней с котлом Он может взорваться Но мы должны догнать Фикса Пока он не добрался до Промонтари Пойнт Я уже вижу толпу впереди, месье Нельзя останавливаться Следи за давлением, паспарту Мы в большой опасности Ехать осталось недолго Останавливаться никак нельзя Но давление берегись Прошу вас, губернатор Золотой костыль Вот он, друзья мои Золотой костыль Держите, мой добрый друг Объявляю церемонию соединения западной железной дороги с восточной Открытой Смотрите, месье Мы опоздали Они вот-вот ударят молотком по динамиту Нож паспарту, скорей Твой обеденный нож из сумки Вот, месье Кто-то перерезал золотой костыль Это невозможно Перерезать костыль ножом нельзя Даже золотой Это-то костыль Это шашка динамита Выкручена золотой краской Вот настоящий золотой костыль, губернатор Это вы спасли нас от динамита, да? Да-да, месье Это он спас вас этим ножом Который доказывает Что не стоит мыслить однобоко Ножи для масла не остры до срока Браво, друг мой А чем мы можем вам отплатить? Я был рад помочь Мы должны объехать мир за 80 дней Чтобы Фок мог жениться на Белинде Мэйс Да будет так Я предоставлю вам свой частный вагон И зеленый свет до самого Нью-Йорка Ну и ну Мы сможем наверстать график Но сначала, сэр Окажите нам честь Вы ее заслужили Вбейте золотой костыль С превеликим удовольствием Ура! Ура! Молодец! По спорту! Да! Весь мир за 8-10 дней Автор сценария Чет Столк Композитор Джон Сэнкстер Режиссер Лейв Грэм Продюсер Уолтер Джей Хакер На русский язык Фильм озвучен на студии Нота По заказу ТНТ В 2005 году Им нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту Филипс, Фак, вы хотите жениться на моей племяннице? Да, лорд Мейс Тогда совершите путешествие вокруг света за 80 дней Невозможно! Мы объедем Ставлю тысячу фунтов, что я... Принимаю! Весь мир за 8-10 дней В паспорту Чтоб фунт женился на Белинде Мейс В паспорту Филипс, ко мне! Да, лорд Мейс К вашему слугу! Помешай фугу объехать вокруг света за 80 дней Я должен выиграть пари! И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать В паспорту О, Филипс, будь осторожен Дядя посылает этого негодяя фикса Чтобы помешать вам Не волнуйтесь, мадемуазель Я компаньон мистера Фога Проведу любого фикса И нужно вовремя успеть Проделки фикса разглядеть Весь мир объехать С паспорту Вокруг света за 80 дней Ну и ну, месье, у нас серьезные проблемы Мы находимся в Техасе И поездов не будет целую неделю Фикс все-таки разделался с нами Мы с этим справимся Как, месье, мы не можем ехать, если поезда нет? Учись пользоваться тем, что есть Тогда не понадобится то, чего нет Но что у нас есть? Два билета на дилежанс до Мемфиса А что нам делать в Мемфисе? Сесть на корабль и спуститься по Миссисипи до Нового Орлеана Хорошо, месье, а что же мне взять с собой в дорогу? Дай подумать В этой поездке нам понадобится Свеча Резиновый вантус Наждачная бумага Топорик Длинная ковровая дорожка Три дротика И клубок ниток И клубок ниток сейчас принесу, месье Они отправляются в Мемфис, мистер Фикс Они туда не попадут, мистер Фикс У вас есть план? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Вы слышали о мальчиках Джеймс? О Фрэнке и Джейси? Вы хотите сказать? Да, Фрэнк и Джейси помогут нам помешать фону Гениально, мистер Фикс Я так и думал, мистер Фикс Мы почти в Мемфисе по спорту А там... Кто еще? Это ограбление Я Джейс Джеймс А там... Мой брат Фрэнк Он мало болтает, зато метко стреляет Мальчики, Джеймс, не стреляйте Держи их на ушки, Фрэнк Так, весело выходим из дилижанса И выворачиваем кармашки Отлично, Фрэнк Два кошелька и два билета на дилижанс Весьма обязан Держи их на ушки, Фрэнк Он скрылся, месье Но Фрэнк еще здесь Он не шевелится и ничего не говорит Удастся ли его расшевелить? Осторожно, мистер Это уже Фрэнк Джеймс? Возможно А может и нет Проделки Фикса, Проделки Фикса Боюсь, что так Он задержал нас ненадолго Сядем обратно в дилижанс и... Одну минуточку Покажите билеты Билеты? Билеты, но Джесси Джеймс украл их Очень сожалею, но без билетов Вы на мой дилижанс не сядете Но, сэр, тот человек Украл наши билеты и деньги Правило есть правило А правило номер 006759 Гласит Что никому не разрешается Ездить на дилижансе без билета Нет билетов Нет посадки Все ясно? Но никаких но Правило? А мне пора наверстывать упущенное время Пошло! Вернитесь, вернитесь Стойте, вы не можете нас бросить Он нас бросил Уехал Подумать только, месье Что нам делать? Без дилижанса нам нипочем не добраться до реки Помни Учись пользоваться тем, что есть Тогда не понадобится то, чего нет Но что у нас есть? Ноги Мы пойдем пешком До реки не очень далеко Телеграф Отправьте телеграмму Дорогой лорд Мейз План осуществлен блестяще Фок остановлен Подпись Фикс Вы, мистер Фикс? Он самый Для вас телеграмм и посылка, мистер Фикс Для меня? Надо же Наверное от лорда Мейза С поздравлением в честь успеха Дай посмотреть Рано радуешься Без билетов и денег Фок направится в Новый Орлеан по реке Помешай ему, если сможешь А если сможешь, открой ящик и следуй инструкциям Кему нужен ящик? Они не смогут попасть в Новый Орлеан Они в нескольких милях отсюда Но, месье Фок, теперь, когда мы добрались до реки Что дальше? У нас нет денег на лодку Учись пользоваться тем, что есть Тогда не понадобится то, чего нет А что у нас есть? Топорик по спорту Мы построим плод Ладно, давай посылку Давайте, ребята, несите ящик Это моя посылка? Как же я ее дотащу на Нового Орлеана? Не знаю, друг Но ящик здесь оставлять нельзя Думаю, тебе понравится Новый Орлеан по спорту Он такой французский Французский, месье? В Соединенных Штатах такое возможно? Новый Орлеан был основан французами в 1718-м А потом он был продан Соединенным Штатам Ну и ну, они продали целый город Не только город по спорту Всю территорию Луизианы От реки Миссисипи до гор Рокки От Мексиканского залива до Канадской границы Ну и ну! Эта территория, наверное, не меньше Франции Почти в четыре раза больше Покупка штата Луизиана Стала одной из крупнейших сделок в истории И все-таки объясните мне, месье Я не понимаю Я, родившийся в Орлеане во Франции Очень хотел бы посетить Новый Орлеан Но какой в этом смысл? Разве это поможет нам объехать мир за 80 дней? Из Нового Орлеана ходят корабли до Англии Вы забыли, у нас нет денег! Нет, это ты забыл Учись пользоваться тем, что есть Тогда не понадобится то, чего нет Но что у нас есть? Тот факт, что ты родился во Франции Давай, дружок, опускай! Поднимай, поднимай, давай! Опять опускай! Хватит! Хватит! Так, приятель! Опускай осторожно И в самый центр этой проклятой лодки Потихоньку Тише Прекрасно! Сейчас цеплю крючочек и поплыву Ха-ха-ха! Стоп! Стоп! И еще кое-что Мы прибудем в Новый Орлеан Как раз к началу Марди Грасс Что такое Марди Грасс? О, это грандиозный праздник Веселый карнавал Все жители города надевают костюмы, маски Повсюду парады, танцы, музыка Ну, а руководит всем этим Специально избранный для Марди Грасса король Это, наверное, весело, месье И быть королем Марди Грасса так интересно Надеюсь, мы его увидим Я на это очень рассчитываю Ну и ну! Наш плод разваливается! А-а-а! Что нам теперь делать, месье? У нас даже плода нет! Учись пользоваться тем, что есть Тогда не понадобится то, чего нет Но у нас только это бревно! Именно! Мы доплывем на нем до Нового Орлеана Итак, господа, мы не добились успеха в поисках короля Марди Грасса Возможно, у нас слишком строгие правила, Бойгард Глупость ты! Неужели так трудно найти француза, родившегося в Орлеане? Но мы искали повсюду! Войдите! Господа, я Филиас Фокк А это мой добрый друг по спорту Думаю, мы можем вам помочь Я так понимаю, вы ищете короля Марди Грасса? Все правильно! У нас много желающих, но ни один из них не отвечает требованием А паспарту отвечает Ты француз в паспарту? Уи, месье! А где именно во Франции ты родился? В Орлеане, месье! Вы же знаете! Мы нашли нового короля Марди Грасса Они добрались до нового Орлеана, мистер Фикс Значит, пора вскрывать ящик А вот и листок с инструкциями Паспарту вот-вот выберут королем Марди Грасса Тогда он сможет пожелать чего угодно Надо же Это что, даже корабля до Англии? В том числе и корабля до Англии А теперь, внимание! В этом ящике составляющие дома с привидениями Вот что ты должен сделать Месье Фок, господа, я польщен, но это невозможно У меня нет времени становиться королем Мы должны объехать мир за 80 дней, чтобы Фок женился на Белинде Мэйс В том-то и дело, мальчик мой Став королем, ты можешь пожелать чего угодно Все правильно, Ваше Величество Только скажите, и мы подготовим корабль, когда вы пожелаете Ну и ну, тогда я согласен И тут же повелеваю скорее подготовить корабль для нашей отправки в Англию Подождите Дом с привидениями Посмотрим Ставить секцию А в прорезь Б Прикрутить желтый болт Б к точке С2 Затем собрать секцию Х, Y, Z Он еще не король Сначала по традиции он должен пройти испытание Верно, это правда Я совсем забыл Испытание? Пустая формальность, мой мальчик Ты должен провести час в доме с привидениями Дом с привидениями? Ничего страшного Никакого дома с привидениями нет Но это обязательная часть Марди Грасса Все прошло как по маслу Ха-ха, я разделаюсь с этим фогом Интересно, когда он появится Ха-ха, как раз вовремя Вот они Запомните Вы должны выйти через час И тогда вас провозгласят королем Марди Грасса Вы уверены, месье, что в доме нет привидений? Не глупи, Паспарту Привидений не существует Мы выйдем ровно через час, господа Вы слышали, мистер Фикс? Ровно через час Да они и через неделю не выйдут Ха-ха-ха Ой Как это просто, месье Подождем часок Потом откроем дверь и... Ну и ну Смотрите, на этой стороне нет ручки Стена гладкая, нам не выйти Подозреваю, что нас провели, мой мальчик Проделки фикса, проделки фикса Что же нам делать? В вашей свадьбе не бывать Если мы не выйдем вовремя, я не стану королем Не смогу заказать корабль, и мы не попадем в Лондон Ты умный парень Вам ни за что не успеть на корабль У вас два варианта, джентльмены Правая дверь и левая дверь За одной из них лабиринт, где вы будете блуждать часами А за другой, в общем, выбирайте Счастливо Я хочу посмотреть на обе, месье Они совершенно одинаковые Тогда начнем с правой Это опасно, а вдруг там лабиринт, месье Фок Мы будем бродить по кругу несколько часов, пока совсем не потеряемся Ошибаешься, мой мальчик Подай мне клубок ниток, которые мы взяли с собой Теперь мы привяжем нитку к дверной ручке И будем разматывать ее по пути Ну и ну, по коридору тянется еще одна нить Нет-нет, паспарту Это всего лишь означает, что мы прошли полный круг Это наша нить Если бы ее здесь не было, мы бы не знали, в какую сторону идти А так нам нужно просто идти по нити Вот мы и вышли Теперь попробуем эту дверь Пока все то же самое, кроме... Смотрите, еще одна дверь и... Добро пожаловать в зеркальный зал, друзья Чтобы отсюда выбраться, одной ниткой не обойдешься Посмотрите по сторонам Здесь одни зеркала, месье Нам надо найти то, за которым есть выход отсюда Для начала, аккуратно простучав в каждую панель Мы найдем ту, за которой пустота Начни отсюда Кажется, там пусто, месье Но как нам выбраться? Здесь нет ни щекол, да ни ручки Я воспользуюсь своей алмазной булавкой Вырежем контур двери Вот так А дальше? Ну и ну, еще один коридор Смотрите, в конце прохода лестница Наверное, там и есть выход Мы почти на самом верху Всего несколько ступенек осталось Как вам понравилась моя горка, детки? Очень скользкая Сам воском натирал Тебе ни почем не подняться наверх, фок Он прав, месье По такой скользкой поверхности мы не пройдем Не видать нам корабля Даже не знаю Ты забыла о наждачной бумаге? Ну, конечно Мы прикрепим бумагу к подошвам ботинок Вот этими резинками И вперед! Интересно, что нас ждет наверху? Очередная проделка мистера Фикса, я полагаю И вы правы, месье, смотрите! Добро пожаловать в зал 100 дверей У каждой двери три замочка Когда вы найдете нужную дверь, будет слишком поздно Смотри паспарту, он оставил ключ Очень предусмотрительно Ну и ну! Тогда все просто Мы простучим двери, пока не поймем, за которой из них пусто А потом просто откроем ее Какое везение, месье! За первой же дверью пустота! Вот повезло! Скорей, дайте мне ключ Один замок, второй замок, третий замок Открываем дверь и... Это всего лишь шкаф! Наверное, тут везде шкафы Поэтому и звук такой гулкий Боюсь, это так, мой мальчик! Что же нам делать? У нас нет времени открывать 300 замков! На это уйдет весь день! А мы зажжем свечу! Свечу, месье? Но зачем? Здесь и так светло! Совсем не ради света паспарту, а ради сквозняка! Сквозняка? Но я не понимаю! Через замочную скважину той двери, которая ведет наружу, будет легкий ветерок Мы пройдем с зажженной свечой мимо всех дверей Если огонек затрепещут, мы уцелим! Ага! Попробуй открыть паспарту Ну и ну! У нас получилось, месье! Похоже, она действительно куда-то ведет Она определенно куда-то ведет, мистер Фок А именно наружу! На свободу, мистер Фок! Но ничего не выйдет! Попробуйте по ней подняться, мистер Фок! Ха-ха-ха! Смотрите, месье, тут лестница из роликов Она ведет наверх, но по ней невозможно идти Я даже стоять не могу! Я сейчас упаду! Нам конец, месье! Вперед идти не получается, а назад нельзя! Все пропало! Глупости! Мы воспользуемся ковровой дорожкой Подай ее, пожалуйста Спасибо А теперь мы постелим ее поверх роликов Вот так! Вы гений! Остается только подняться по ковровой дорожке! Здорово! Эй, паспарту! Превосходно! Я уже поднимаюсь! Паспарту! Что? А куда ты идешь? Ну и ну! Я столько времени шел, а совсем не сдвинулся с места! Разумеется, нет! Дорожка уходит у тебя из-под ног! Попробуем еще раз! А теперь надо закрепить ее наверху! Дротики, паспарту! Спасибо! Вот теперь мы с легкостью поднимемся Ох, пять! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Будем надеяться, последняя. У нас всего 10 секунд. Ну и ну, мы свободны! Но где же комитет? Видимо, мы с другой стороны дома. А они с обратной. Скорей. Вон они! Здравствуй, урон! Они вычлели! Я возглашаю вас королем Мордегроса. Ура! Есть ли у вас пожелание, Ваше Величество? Итак, я желаю отправиться в Англию первым же возможным кораблем. Будет исполнено, Ваше Величество. Вы отшелите сразу после парада. Гип-гип! Ура! Слава королю! До здраво, господи, король! Гип-гип! Ура! Ну вот, Ваше Величество, мы наконец-то на пути в Англию. Да, я обыскал весь корабль. Фикса на борту нет. Ха-ха-ха, превосходно. Можно расслабиться и насладиться путешествием. Да, следующий поплывет только через неделю. Без корабля Фикса нас не догнать. А корабля нет. Лучше использоваться тем, что есть. Тогда не понадобится то, чего нет. Молодец, Паспарту! Да! Письма за 8-10 дней. Автор сценария Чет Столк. Композитор Джон Сэнкстер. Режиссер Лейв Грэм. Продюсер Уолтер Джей Хакер. На русский язык фильм озвучен на студии Нота по заказу ТНТ в 2005 году. Им нужно вовремя успеть проделки фикса разглядеть. Весь мир объехать с паспарту. Режиссер Лейв Грэм. Субтитры создавал DimaTorzok